Жужо, у вас очень милая стремительность. Блядь, как будто на меня накатило просто чистое чувство. Я не знаю, смогу ли я вообще, Оскарчик, салют. Я не знаю, смогу ли я вообще вклиниться в этот контекст зумеров, потому что все какие-то гораздо более красивые, ранимые и молодые, чем я. Поэтому давайте выясним, сможем ли мы вообще в этот зумерский контекст попасть. Понимаем ли мы что-то или вот... А все, Оскарчик, я открыл все записи стримов. Интервью на Пушке всегда максимально душное. Ну сейчас посмотрим. Они проходят. Не надо там переживать по этому поводу, все в порядке. Если бы была другая жизнь, может, я не был бы где сейчас есть. Ну ты же понимаешь то, что все девочки, которые тебя смотрят, они потенциально хотят тебя... Блин, ты меня в краску выединяешь вот сейчас немножко. Так, может, это проблема девочек, которые смотрят, нет? Я, кстати, я признаюсь, я особо не смотрел стримы. Вот мы недавно обсуждали, что я мало стримеров смотрю. Но я вчера посмотрел стрим практически полтора часа. А полтора часа смотрел, как Егор Крид играет в казино. Очень увлекательно. Мне очень понравилось. Сегодня ночью планирую тоже смотреть, как Егор Крид играет в казино. Всем привет, с вами Пушка. Диппенс известен тем... Господи, они реально... Кто была? Ксения Хоффман, раньше ведущая? Я не в курсе, типа. Но вот эта женщина, ей реально три лет примерно. Ну то есть, смотрите, она буквально... Я вот приложил руку к экрану, она вот такого размера. Это что? В мое время дети были два метра минимум. Вот это что? Господи. Ммм, да. Лина, и сегодня у нас в гостях блогер, стример и создатель самых красивых видео с неонами в тиктоке Ваня Диппенс. Всем привет. Я вовсе камеры помахал. Здорово. Ваня, привет. Приветствую. Как тебе настроение? Величайшая песня. Величайшая. Всем привет. Всем привет. Ну, короче, все сейчас тиктокеры. Я не знаю, кто популярный и не тиктокер, тот... Ей, 21? Серьезно? Господи. Мне кажется, ее в этот... Она настолько маленькая, что ее лифт не увезет, если в него баклажку с водой не поставить. Да хорошо, вот сижу сейчас так же, как и на стримах. Пиздатые вопросы. Хорошие. Как у тебя дела? Ну, это вот на уровне моих интервью, когда я спрашиваю, ну... Сколько член должен быть у участника Mellon Music? Вот такие же вопросы. Только тебе камеры три, да? Вроде как. Смущает тебя, Ваня? Не могу сказать, что смущает. Я думаю, чуть позже уже привыкнул. Ваня, ты обрел популярность благодаря своим необычным видео, которые ты очень-очень долго монтировал, создавал. Таких я больше... Блин, чуваки. Что, никого не посмешила шутка про баклажку и возраст? Ну, это реально смешно. Я не знаю, у вас, может, лифтов нету, но у нас... Вот у меня в доме нет лифта, но вообще лифты не возят маленьких детей, если в них не поставить дополнительный вес. Дети слишком легкие. Поэтому в лифтах стоят баклажки с водой. Никто не посмеялся. Стыдно. Ни у кого не видел, на самом деле, но ты никогда не показывал свое лицо. И прямо сейчас сидишь на пушке, даешь интервью, какие у тебя ощущения? Ну, вообще, я же уже показал лицо и довольно долго... Посмейтесь, пожалуйста, в шутке про баклажку. Ну, пожалуйста. Реально вам, ну, если не сложно, пожалуйста, посмейтесь. Стримлю, ну, относительно, то есть месяц я веду стримы уже на большую аудиторию, и чуть больше, чем месяц я стримил, в принципе, и показывал свое лицо. Ну, в порядке, я думаю, в порядке. Просто дело привычки, сейчас мы чуть-чуть адаптируемся. Нет, я про то, что ты до этого никогда не показывал свое лицо и... Мне было понятно, какие на это были причины. Ну, вообще, причины... Как у него держатся волосы таким образом? Как? Ну, типа, он реально, он что, каждую прядку вот так вот укладывает? Как? Почему они, ну, почему на них не действует гравитация, да, и какая-то инерция, сила тяжести? Какого хуя? Вот такие дети, да, растут, на которых не действует гравитация? Да, в мои времена, конечно, все было по-другому. Одна основная, я ее неоднократно говорил на стримах, может, кто-то знает. Я изначально делал видосы обычные, просто без эффектов, просто это было еще в мюзикле. Я открыл... В общем, была группа девочек еще в школе, они снимали этот мюзикле и порекомендовали мне попробовать. Я не помню, в шуточной форме, не в шуточной, я такой, давай попробую. Взял телефон, записал свой первый мюзикл, да, как это называть? И тысяч 100, наверное, 160 я набрал на обычных видео, а потом пошла небольшая обработка, я начал добавлять какие-то элементы в видео, уже программно получается, через компьютер ремонтировал. И фокус, я хотел, чтобы был основан на монтаже, а фокус на монтаже отнюдь не основывался. И я решил то, что пойти категорично максимально. И снял, ой, надел маску, а потом вообще ушел в тень. Давай мы об этом чуть-чуть попозже поговорим, потому что ты как личность очень популярная, но мало тебе кто что знает, потому что нигде я об этом не рассказывал. Ну, для этого нужно интервью. Если я еще вообще, как бы, ну, успеваю в ногу со временем, вроде как, ну, я им не знаю, им 7 лет по 20, как я понимаю, или сколько диппинсов, 19, там. Ну, сейчас узнаем, потому что человек очень популярный, но о нем никто ничего не рассказывает. Я знаю всего лишь, что ты из Омска. Да, верно. Расскажи, пожалуйста, про свою жизнь, которая была до популярности, где ты жил. Ну, как, у меня не делится жизнь до популярности и после, но да, я жил в Омске, это Сибирь. Довольно большой город, кстати говоря. Хорошо, в принципе, все было хорошо, я как обычный ребенок ходил в детский сад, потом в школу, проходил всю начальную школу в Омске и один класс средней школы. В 13 лет перевезли сюда, меня в Москву, уже доучился здесь. Какие у тебя были отношения с одноклассниками? Да, в целом у меня... Есть еще вопросы, папи. Что, колу, фанту любишь? Аж кудишки будешь? Всегда было хорошо с друзьями. То есть, естественно, есть какая-то история, как и у всех, с первым опытом дружбы, да, какая-то плачевная, скорее всего, потому что вряд ли есть люди, у которых первый самый друг в жизни, они с ним до сих пор. Ну почему? У меня вот я во втором классе подошел к мальчику, мне мама сказала, что у вас будет в школе, ну, в классе новый мальчик, его зовут Андрей. Я подхожу к чуваку, которого я до этого не видел, говорю, здорово, ты Андрей? Он говорит, нет, я Коля, давай дружить. Я говорю, давай, ну вот мы с ним до сих пор дружим. Сколько? Ну, лет 20 уже получается, наверное. Не. Ну, около 19 лет мы уже с ним дружим. Вот этот урод уехал без меня сегодня на дачу тусоваться. Бэ. Ты что такой злой? Я не злой, не знаю, я просто стараюсь найти поводы для веселья. Вот, и... Какой у тебя опыт был? Ну, я был очень ведомым человеком, и тогда, как бы, такие отношения не только строились. И человек, наверное, даже не знал то, что он пользуется тем, что я ведомый. То есть там, если какая-то пакость, да, шалость, это же детский сад вообще, у меня была привычка говорить то, что я виноват, хотя я виноват он. Вот. И как бы мне внушали всей семьей то, что это неправильно, тебе должна быть своя голова на плечах. В итоге с этим человеком нас в пути развели. И мы также учились в одном классе, но просто перестали дружить. То есть мы были в детском саду, потом в школу перешли. Один класс с ним подружил, и потом нашел новую компанию друзей. Я не могу сказать, что это была плохая дружба. То есть он слил просто, получается, кинтасовый, вот такой, все, родное, мы с тобой получились, давай, новая компания, покруче, они в мюзикле снимают. Ладно, ну я шучу, если что, не воспринимайте мои слова слишком серьезно или воспринимайте. Хорошие воспоминания. Но еще лучше стали воспоминания, когда я нашел целую компанию. Со второго по пятый класс я с ними дружил, но пока был в Омске. В целом даже сейчас поддерживаю связь с ними. Хорошие ребята были. Да, у меня не было проблем вообще с социализацией, да, наверное, так можно назвать. Вот, хорошие друзья были друг за друга. Стояли, веселились. А до какого класса ты учился? До 11 класса учился. Как, экзамены сдал? Хорошо сдал экзамены. Волновался? Не было такого, что ты там понимал, что можешь какой-то предмет завалить? Двойки получал, а тройки. А покажи дневник. Блин, вот этот момент, когда приходишь только в самом начале. Вот у меня никогда нет такого, что я волнуюсь, типа себя готовлю на волне и не держу. Но вот я вообще не волнуюсь, прихожу на место, вот как сейчас, да, и типа вот в моменте, когда понимаешь, что вот-вот начнется, сидишь такой чуть-чуть на иголках. Так же было на экзаменах, но потом, когда увидел бланки от вот этих заданий и так далее, я подумал, это все, что я решал, решил их сдавал. Короче, я не помню, сколько предметов сдавал, но три предмета сдавал. Набрал 230 баллов, что ли, 240. Вроде хороший результат. Ну, кстати, это очень хороший, у меня было сколько? Ну, у меня тоже где-то 230 было на ЕГЭ. Ну, там, я не знаю, типа мне говорят, что как будто бы... Да, это вот, знаете, это вот эта анкетка «Мои друзья», короче, которую тебе дают в школьном альбоме, там нужно заполнить. Какие... Какую еду ты любишь, твои любимые занятия, пойдешь гулять. Вот. Ну, я тоже, у меня 227 было, короче, баллов. Ну, я не знаю, говорят, что ЕГЭ как-то изменился, я не знаю, там, сложнее он стал или легче, но достойно. Да. Да, ну вот Юрий Дудь, это интервью Юрия Дудя во многом похоже на заполнение школьной анкеты только для взрослых. Там, сколько ты зарабатываешь, сколько ты дрочишь. Типочек, популярный тиктокер, стример, симпатичный, молодой человек, краш, так сказать. Благодаря ему мои добрые друзья группы «Космонавтов.нет» стали еще популярнее, за это ему респект огромный. А в школе как ты учился, на какие оценки? Отлично. Отличненько? Угу. Ничего себе, ты вообще талантливый. Да ну, брось, просто я хорошо давался учеба, возможно. А ты вообще талант! Ну, меня, соответственно, избежал, извиняюсь, на казани какие-то по поводу учебы, типа, там, у тебя два, ты не будешь играть. Да и меня в целом не пилили никогда родители, то, что, типа, вот тебе надо учиться, все видели, что все хорошо, и не дергали меня в целом. Вот учился, да, родители не давали никаких претензий, потому что не было к чему придираться. Не заставляли по объективной причине, потому что все было в порядке. И они наказывали, как я сказал. Но не могу сказать, что я был, извините меня, учителя, пожалуйста, все, учеником, отличником, который все знал на отлично. Отнюдь, вот есть троечники, знаешь, типа, они вообще не учатся, условно, но они хорошо адаптируются, потому что они умеют ввернуться. Я, можно сказать, был ультра-тройшником, потому что я просто хотел вывертиться на пятерку. У меня получалось, и поэтому в целом все было отлично. А как получалось? То есть ты списывал? Вань, салют. Извините меня опять, пожалуйста. Списывал? Я списывал с телефона, я списывал с чужих тетрадок, а еще я давал чуваку за 10 рублей на урок послушать свой плеер. Вот так вот. Че вы на это скажете, а, учителя? Миточка, салют. Да, списывал. Ну, это нормальная практика, главное, чтобы тебя не исполнили. Ну, я вот была троечницей, я тоже списывала, и как бы все равно троечницей оказалась. Ну, хуёво списывала, подруга. Ну, я списывал на пятерку, наглел. Ну, че там? Тут вопрос ты списывал равен вопросу, зачем принимал участие в проправительственном концерте. У Юрия Дудя. Блядь. Ну, смешно, че-то я порвался. Блядь, смешная шутка, блядь, правда смешная. Тут дело в том, надо себя зарекомен... У нас был один парень, я не буду говорить о имени, который очень хорошо себя зарекомендовал перед учителями, и никто никогда не думал, что он списывает, никогда. У него даже не... Ооо, ну да, сучни на него, старый, сучни на него в прямом эфире, прям, предскажи, кто он. Забирали телефон, а он больше всех списывал, тоже без имен, хотя ему уже... Ну, ладно, он же не учится. Ну да, так с ним переживай, хорошо. Позже как ты сдал... Он так мило, что он переживает за ребят, с которыми он когда-то учился, хотя им еще по 20 лет, блядь. Эзамены. Ты куда-то поступил? Да. Выше учебное заведение. Угу. 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 У-у-у-у! Ну все ясно, все понятно, враг. Друзья, мой иностранный агент. Нехорошо. И пошли какие-то деньги. На учебу просто нужно было бы тратить столько же времени, сколько на видео. И я выбрал сторону видео все-таки. Хотя совмещаю, пытаюсь совмещать. До сих пор. Хорошо, на кого ты учишься? На программиста. Угу. Ты прямо по этой профессии хотел работать. Да, честно, я думал, что... Я даже на уроках изо рисовал себя за компьютером. Это шестой, получается, класс вообще. То есть я всю жизнь думал, что я буду программистом. Мне было это интересно. Мне даже интересно, честно сказать, сейчас. Но я сказал, из-за... Короче, на кодинг тратят столько же времени, сколько на видео, на монтаж. Поэтому... Надо на аэросетку написать, тупо, которая монтажит. Бомба будет. Я упал в ту сторону, потому что немножко интереснее, наверное, данный момент жизни. Честно сказать, мне кажется, я все равно в жизни научусь программировать рано или позже. Просто не сейчас. А однокрупники знают, чем ты занимаешься? Я думаю, да. Не сразу знали. Дело в том, что я вошел в университет. Угу. Я же в тени был. Целый первый курс. Ты никому не говорил? Никому не говорил. Вообще? Кто-то, возможно, даже был подписан и смотрел, и знал, что я в группе учусь человеком. Как ты держалась? Я так же хочется просто поделиться. Почему? Ну, как-то, ну, типа... В смысле, что, зайти в аудиторию и снять штаны скать? Я? Вы видели вот эти видосы в ТикТоке? Красивые с анимацией. Это я. Это был я. Какая реакция должна быть? Зачем? Ну, я учусь. Мне хотелось зарекомендовать себя перед одногруппниками как одногруппник. Понимаешь, в чем дело? Даже сейчас, если... Ну, некоторые одногруппники уже точно узнали, они не поменят ко мне отношения, потому что у них голове диссонанс. Они в первую очередь видят человека, который для них одногруппник. Угу. И это чтобы хотя бы не менять структуру отношений между одногруппниками. Как все сложно у тебя в голове. На самом деле, с одной стороны, очень хорошо, потому что ты не хочешь себя позиционировать вот как такая популярная личность, у которой так много подписчиков, которые учатся тут. Это просто обычный челикс. А когда одногруппники узнали? Тебе кто-нибудь там что-то написал, подержал? Эм, я сказал в конце первого курса двум друзьям, которых я уже завел в университете. Это я. Подошел. Просто я, Кира. Они такие, мы догадывались. Да? Тут дело в том, что когда ты не знаешь, ты можешь догадываться. А когда ты узнаешь, ты думаешь, можно материться? Блин, я так и знал. Жесть. Да ну, да. Йокарон и баба, ёпсель-мопсель. Жесть, что он сказал. Стыд и срам. Вот так вот. Ну, сказал им, они держали это в секрете, но во втором курсе, когда уже начались стримы, Еще узнали люди, но они подают типа вида. Как бы это... В порядке вещей это хорошо. Я думаю, это хорошо даже, что так оно происходит. Ты как-то пропустил историю о том, как ты из Омска вообще перебрался в Москву. Расскажи, пожалуйста. До 13 лет я жил в Омске, потом у меня... Не знаю, почему я привязываю к этому моменту, но, короче говоря, у меня умерли бабушка с дедушкой, и именно после этого мы переехали в Москву. В целом, мне не было тяжело, я не был в депрессии, ничего не было. Это нормальный момент. Мне нужно было, наверное, как-то, так сказать, вести себя так, что можно положиться на меня, правильно? Потому что нельзя было... Ну, кстати, это очень правильно. Ну, вот, здравая, очень здравая мысль для 13-летнего чувака. No cap. В семье всем горевать, правильно? Ну, и типа я как бы нормально это перенес, переехал в Москву. В Москве сразу же... Я переехал, меня сразу же отправили в школу. То есть я даже не смог чуть-чуть там посидеть, что-то там поотдыхать. Но в целом это хорошо, потому что я примерно сразу же каждый день адаптировался, нашел друга, который тоже в шестом классе перешел. И мы типа вдвоем такие белые вороны были. А потом окрасились в одноклассников остальных. Вот. Там как у тебя отношения схожились с одноклассниками? Тоже все в порядке было. Сразу был парень, как я сказал, который тоже переехал в эту школу, скорее всего, только в шестом классе в начале. И мы с ним сразу же что-то заобщались, задружились. В седьмом классе еще один человек к нам пришел в компанию. И, по-моему, в восьмом еще один. И вот у нас было четверо лучших друзей. Их было четверо-четыре пацана. Всегда были вместе, как огонь и вода. Почему он реально у чувака просто кулаки разбитые? Может, он реально, ну, борется с преступностью по ночам? С пидермум, например. Со школы. До сих пор общаемся. Сидим. Ну, конечно, один человек от киса, потому что очень сильно разошлись с интересом. Но это тоже нормальная практика. Люди взрослеют. Монетку играл. Монетку играл нормально. Кто? Не, не знаю. Я, кстати, я в детстве, да, я когда был пацаном, я мог там пойти, блядь, стену как пиздануть, блядь. Вот реально, чтобы показать. Потом я ходил, у меня реально кулаки, ну, типа, просто кулаки были сбиты. И я такой, ааа, агрессия. Ну, у меня такое было. Интересы очень сильно меняются, однако, наверное, все-таки у лучших друзей есть такой момент, когда ты можешь даже без общих интересов находиться друг с другом. Честно сказать, я просто немного смысл в лучший друг, наверное, другой вкладывает от всех. Для меня лучший друг это тот, с которым я могу поделить искренний смех, наверное. То есть я не могу сказать, что я с друзьями делился какими-то переживаниями глубокими или какими-то раздумьями, потому что я всегда проводил эти раздумья и переживания сам в себе. Это тоже неплохо. Поэтому, когда ты сам на себя полагаешься, наверное, легче справляться с какими-то вещами. А с ними мне очень нужно было людей, с которыми искренне посмеяться, зайти у нас в свой дискорд, где мы до сих пор сидим, мы создали его. Можно материться? Да. Говорил, да, уже? Пиздюками, это даже не мат. Пиздюками создали его, там и сидим до сих пор. Друзья, нужно мнение сразу, пиздюк это мат или нет? Заходим, можно искренне посмеяться, поговорить о чем-то, порофлить друг на другом. А остальное уже вот это муторный негатив не хочется даже туда вносить, потому что там так дружелюбно, все прикольно, классно. Короче, кинфарики мои. Ты всегда окружен был друзьями. Это на самом деле очень классно. Мало у кого можно будет спросить, и кто сразу скажет, что вот со школы у меня были ребята, потом в следующей школе у меня были ребята, с которыми по сей день ты общаешься. Это очень классно. Ну, знаешь, наверное, в чем дело? Так получалось то, что вообще, что приходишь в шестой класс, да, это уже когда ребята группа... Ну, охуенно, на самом деле, не знаю, угарное, очень угарное впечатление, потому что я себя сам вспоминаю 18-19 лет. Даже нет, наверное, типа мне бы такой контент заехал в 15-16, вообще пиздец, наверное, потому что я вот как раз тогда реально смотрел вот на... То есть для меня такие вопросы были актуальными, и я бы вот реально, мне кажется, я бы смотрел просто... Да, ну, как он крутой, какая вот секси девочка на интервьюере, как же хочется с ней поняшиться под пледиком. А сейчас я старый солдат, и не знаю слов любви. Меня интересуют только зрители на Твиче, в принципе. А тогда вот, конечно, было другое. То есть там же ребята немножко повзрослели, они тем более с первого класса вместе, то есть там уже есть какие-то группы по интересам, все друг друга знают, но кто-то тусуется там отдельно с кем-то. Вот, но так вышло, что, получается, мы создали с тем человеком, с которым только дружился, свою компанию, и у нас, получается, разделились интересы, и мы до сих пор делим друг друга интересы, а тот перестал дружочек делить интересы с нами, и разошлись. Ты сказал, что ты до 11 класса доучился. Там. Были ли у тебя в школьные времена какие-либо отношения с девочками на классе? Ну, я, мне нравились, конечно, пара девочек, но я что-то такой какой-то, не то чтобы робкий, наверное, просто я очень как-то соответственно к этому подношусь, отношусь, подношусь, я что, под нос, отношусь, поэтому не доходило до отношений. Ну, то есть какие-то гулянки? Да-да-да, конечно, безусловно. А что тебя останавливает? Я был очень категоричен до 11 класса, то есть я очень категорично относился к людям, которые курят сигареты, именно настоящие. Правильно, нахуй, нахуй людей, которые курят сигареты, это письки дьявола, это раковые палочки. Дело в том, что вот сейчас, когда я во взрослых коллективах, у меня нет предыстории человека, как он начал курить, а там я видел, это из-за компании начиналось, из-за крутости, короче, категорично относился, сейчас это убралось. Да, все начали курить, зачем, типа, все начали курить, чтобы казаться крутыми. Нет другого, то есть, типа, нет другого повода начинать курить, кроме как для того, чтобы выглядеть круче, да, потому что, ну, курение не дает никаких вообще бонусов, то есть, типа, ну, может быть, когда ты там выпьешь, тебя, может, посильнее вшторит, так сказать, от сигарет, но в целом, да не, мы не токсики, ну, мы так, просто прикалываемся. Но диппинс нормальный, диппинс симпатичный, интервьюерша мне не то, что не нравится, ну, какая-то она никакая, реально, типа, очень, ну, выглядит реально как малая и говорит так же. Ну, я реально, типа, я, мы курили, блядь, все, что вообще, все, что горело. Я говорю, я в детстве, когда был маленький, в пятом, там, в четвертом классе, я курил газеты, ну, в третьем у нас не было четвертого. Я курил газеты, реально, с чуваками на даче, я просто, я, мы брали, я помню, что мы брали лопух, знаете, здоровый, сворачивали его в трубочку, брали спичку, поджигали ее, тушили и втягивали дым от нее. Реально, вот настолько мне казалось, настолько мне хотелось что-то курить. Мне казалось, что курить это очень круто. И все мое окружение начало курить, чтобы казаться круче, старше и так далее. Что за прикол, не было четвертого класса, у всех бумеров про это слышу. Эээ, не понял. Дээ. Я не бумер. Но, короче, у меня не было, у кого, есть еще те, у кого не было четвертого класса? У меня не было четвертого класса. Типа, ну, вот просто так, с третьего перешел в пятый сразу. Это, конечно, наверное, плохая черта, если с ней по жизни идти, категорично относиться к курению. Ну, а когда видишь, из-за чего люди начинают это делать, ну, как-то неосознанно относился так вот. Я подвожу все к тому, что, которые нравились девочке, типа, одна из них... Курила. Я поняла, да. А сейчас как ты относишься к тому, что если ты девушку курить? Спокойно, что ты относишься? Ну, не знаю, наверное. Наверное, надо смотреть по факту. А с другой девочкой, которая нравилась там, я, представляете, там это были, знаете, это симпатия. Это не любовь, абсолютно. И я, как бы, такой, типа, долго мне нравилось. Поверь мне, это не любовь. Я в другое русло пошел, другой человек понравился, как бы предал. Ну, типа, предал, там, это дружба была. То есть предал дружбу по сути, а в голове у нас это было по-другому. Ничего такого не произошло. Короче, это, честно сказать, это детский сад и драматизация, если смотреть с взрослой точки зрения, да? А в голове это такая драма, блин, ты предал там человека, там человека и так далее. Но все равно опыт классный. Да, я сейчас немножечко забегу вперед. А позже у тебя были какие-либо отношения прям серьезные? Или из-за того, что ты вот сейчас так много работаешь, у тебя времени на это нет? У меня просто, блин, мне хочется кучу всего сделать в этом мире. Ну, то есть, можно же кучу всего сделать. Условно, да, я сделал. Мне кажется, кстати, топчик, что реально у современных, короче, у зумеров нет времени на отношения, их не интересует секс. Ну, гораздо меньше интересует, мне кажется, чем людей, ну, типа, чем, например, да, мое поколение, там, не зумеры, всех остальных. Так, вот, реально, ну, вот, друзья мои, есть зумеры в чате, скажите, вас вообще интересует секс? Потому что реально мы, когда я учился в школе, все, тут только и было разговоров, что о сексе. И на первом курсе университета были то просто, только, все вот, все обсуждали исключительно секс, исключительные возможности его где-то найти и так далее. Я считаю, что, на самом деле, абсолютно это ненужная херня, реально, как бы, я предлагаю отказаться от секса, вообще, по-моему, чушь какая-то, друзья мои. У нас на стриме чисто антисексуальная движуха, блех. ...контент в ТикТоке, потом получилось в стримы, да, можно сказать, если получилось зайти. Хочется еще что-то сделать, может, у меня даже вот первый трек вышел, вроде как прикольный, ну, кому-то понравился. Всем. Ну, не этот. Хочется кучу всего сделать, а потом, наверное, думать про это. Делал все. А что ты еще хочешь сделать по жизни? Ну, смотри, в музыку ты уже подался. Популярный стал. Ну, популярный. Стриммер, блогер. У меня просто нет таких общих целей типа популярных. Вот, допустим, вот у меня сейчас я не могу уделять время достаточно для видосов анимационных и неоновых. Я не хочу их забрасывать. У меня сейчас вектор лежит в ту сторону, чтобы как-то сделать так, чтобы они выпускались независимо от меня. Это как? Ну, мне кажется, нормальная тема просто дать людям это на аутсорс. Чисто снимать, ну, как бы просто тело, да, видосы самой, потом отдавать другим людям, как бы, чтобы они это анимировали. И все, кайф. Кого-то нанять? Посмотрим. Посмотрим. Не знаю, как. Посмотрим. Кто знает. Хорошо, хорошо, ладно. Так, хотела сказать о том, что когда ты сказала о том, что тебе не нравится курить нам девочки, свои фанатки, которые курили, такие, ебать, я уже не буду курить никогда. Кого-то, ты его действительно мотивируешь, бросишься. Мне кажется, это мощный тейк, бросить курить из-за диппинса, вот это реально, мне кажется, это кайфец. Я рад, искренне рад. Это вещь, без которой, ну, мне, по моему мнению, можно прожить. Хорошо. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя вот идеал девушки, вот какой она должна быть? О, друзья мои, все девчонки, все давайте прислушаемся. Интересно, впишусь ли я в идеал девушки, в идеал девчонки для диппинса? Давайте проверим. Нет. Блин, насколько... В смысле? Не понял. Насколько я знаю, любовь это момент, когда ты такой, блядь, вот оно, я не знаю. Можно еще раз? Насколько я знаю, любовь это момент, когда ты такой, блядь. Можно еще раз? Можно быть. Нет. Блин, насколько я знаю, любовь это момент, когда ты такой, блядь. Можно, последний раз. Можно быть. Хлепаните, пожалуйста. Нет. Блин, насколько я знаю, любовь — это момент, когда ты такой, блядь. Да, да. Это она, это ли... Это любовь. Вот оно. Я не знаю, максимально сложно. Ну, было ли такое у тебя уже? Да, чтобы ты видел человека, я такой, блядь. 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 Нет, наверное. Ну, вот есть, знаешь... Да, блядь. Мальчики такие говорят, вот мне нравится чисто блондинки, или мне там нравятся девочки, которые чисто похожие на анимешек. Девочки, мне нравятся девочки чисто похожие на анимешек, друзья мои. Только. Если вы не анимешка, то ссори. На, у которой, по-моему, трек... Да мы прикалываемся просто, старый. Никто, типа, понятное дело, что нет смысла какого-то любить без... Нет смысла любить без любви. Ну, то есть, извиняюсь за тавтологию. Есть типаж. Есть типаж женщин, но, мне кажется, у всех есть. Вот. Но разогнались до 150. Всем 150 салют. Друзья, меня интересуют только девушки аниме. Если вы не аниме, то ссори. То ли зубы, то ли губы. Покрасилась недавно. Роллтон называют иногда ее. Такая штука. Ну, не могу сказать, что, типа... Короче, ладно. Я поняла, да. Хуй с ним. Да. Как ты вообще к нему относишься? Действительно. К кому? К Роллтону этому. А, да и хороший парень. Ну, типа, блядь, максимально можно пугать. Я смотрел стримы Жожа. Про Рожжа сейчас есть еще речь. Я же давно на Твиче сижу. Окопался очень давно. Все время смотрел видосы делал. У меня на втором экране шли стримы. То есть я все время там провел. И максимально круто. Он поднимал настроение. Можно было поржать. И... Поржать. А как ты думаешь, это тот человек, которому можно доверять? А вот тут вопрос тяжелый. Я пока разбираюсь в этом, потому что недавно зашел в сферу блогинга. И мне вообще, в принципе, наверное, сложно с доверием. Потому что я уже наткнулся на грабли во времена подросткового максимализма, на предательство. Причем еще и предал сам, получается, доверие. И поэтому я очень аккуратен в этом плане, наверное. Не знаю, поэтому... Типа, смотря что доверять. Про стримеров немножко... Бля, еще топовый момент. Вчера я видел, я говорю, сидел на стриме Егора Крид и видел, как Егор Крид обиделся на то, что чат ему спамил, что он ЧСВ. Уф, просто... О, нет! Немножечко попозже поговорим. Это тоже очень интересная тема. На самом деле, у меня первый раз такая... Пожалуйста, не спамьте мне, что ЧСВ, пожалуйста. Пожалуйста. ... атмосфера, когда как будто камера вообще нет, мутится с единством и разговариваем. Расскажи, пожалуйста... Диалоги тет-та-тет. Скажи, пожалуйста, про своих родителей. Хорошие люди. Отнеслась мама с пониманием. Всем привет. Все в порядке? Нет, пожалуйста, не спамьте. Не надо. Естественно, когда первые деньги ты в дом приносишь, это такой ах для родителей. Вау, это чудо умеет зарабатывать. Вот. И, ну, типа, поддерживал, мама, меня не осуждали. Ну, типа, занимайся и занимаешься. Как бы. Главное, что там не ходишь по ночам где-то что-то делать. Ты никогда не ходила, да, такого не было? Блин, нет, я, ну, не знаю, я вообще, кстати говоря, не люблю гулять. Идеально. У меня путь лежит по сезону, когда сезон, допустим, на площадке и домой. Я не люблю гулять, ходить ногами, это такое странная хуйня. А почему ты про папу ничего не... Полная хуйня вообще, ребят, ходить ногами полно вообще просто дресня, блядь. Реально для... Тупо для бумеров, блядь, для каких-то долбоебов, которые нахуй остались там в 2017-м, вот этих таких, блядь. Чё, еб-то, в 2017-м году, нахуй, уже изобрели гироскутер. Ребята, уже нахуй можно ездить было, пиздец. Чё, да, блядь, ходить ногами, ё... Ребята, кресло ездит. Видите, кресло ездит. Всё, можно не ходить. Вы чё? Мда. Мда, трэш. Ты не рассказываешь? Нет, папа. А что случилось? Да ну просто нет, ну это нормальная практика. А что случилось? Две мамы родилу, я не знаю, что за вопрос? Что за... Что случилось? Как? Не надо там переживать по этому поводу, всё в порядке. С ним была другая жизнь, может, я не был бы где сейчас есть. Вот это, кстати, очень... Тоже довольно здравые мысли, типа, потому что многие пацаны, в том числе я, например, там, вот как раз в возрасте 20 лет, переживал, что я рос без отца, и мне мать сказала такая, как ты думаешь, если ты рос бы с отцом, была бы твоя жизнь лучше или хуже. Поэтому крайне здравая мысль от Диппинса. Респект. У меня, знаете, роль отца играли другие люди по жизни. Я каждое лето ездил к бабушке с дедушкой, и, типа, дед очень хорошо вносил свою лепту в моё создание. То же самое, то же самое. Зачем нужен отец, если есть дед? Думаю, так. Вот. Ты чё? Мило. Мило? Мило, мило, мило. Ты просто так объясняешь. Как вообще у тебя происходят отношения с мамой? Она тебя поддерживает? Были какие-то переломные моменты? Она тебя не понимала или что такое? Вообще, наверное, во времена подросткового максимализма, я уже второй раз говорю про это, но это так. Всегда есть моменты, когда, блин, ты кричишь о себе, тебя не понимают, тебе кажется, что тебя не понимают. Но тебя пытаются понять. Тебя это и бесит, по сути. То, что тебя пытаются понять, тебе понимают не так, как ты хочешь. Максимум на этой почве. Но это даже не касалось абсолютно ни рода моей деятельности. И даже не учёбы. Это просто были какие-то бытовые разговоры, типа, там, ты не убрал со стола или что-то такое. Из-за этого у тебя такой бунт, там, происходит в голове. Блин, я убрал со стола, ты не понимаешь. А на фоне остальных вещей, которыми занимался, вообще никогда не было никаких вопросов. Тебе поддерживали, и всё. Всё прекрасно было. Может, есть машинка? Ебнем просто. Нет. Что? Знаете, почему это произошло? Вот это, вот это. Деду надо. Юбилея. Геншин. Мощнейший трек. А, палка, базиб за донатик, базиба. Попозже, послушаем. Юбилея, геншин, база. Базиба. Послушаем. Послушаем. Всё окей. Ты известен как главный спец по тому, как пахнет мятом. Я тебе сейчас завяжу глаза, ты должен угадать, как пахнет моя коллекция масел от Beauty Bomb и найти ту помаду, которая пахнет мятой. И если ты угадаешь, то весь этот набор, я тебе подарю. Нахуй человеку пять помад. Типа. Нахуй мне дрова, реально, нахуй тебе пять помад нужен. Я предлагаю, давайте, чтобы совместить приятное с жидким, Диппинс будет, значит... Во-первых, сука, ну там же не все пять помад пахнут близко к мяте. Очевидно, что одна из них будет пахнуть мятой, а все остальные будут пахнуть другими запахами, если они не все, блядь, пять с мятой. Я предлагаю, чтобы Диппинс сделал это под трек Джубе или Геншин. Хотя ладно, я потом... Не, ладно, Джуба потом отдельно послушаем, мне кажется, это охуенно будет. Я просто величай... Я считаю, что трек Джуба Геншин – это величайший трек, и лучше отдельно. А если не угадаю? Ну, мне кажется, такого не будет, потому что я и зрители верим в тебя, а если ты все-таки не угадаешь, я весь этот набор оставлю себе. Ну, давай пробовать. Давай, поехали. Зачем? Сука, зачем? Ну, то есть, нет, я как бы, ну, как человек, да, который красит ногти, я не имею каких-то вот этих суратых гендерных стереотипов, ну, зачем пацану пять блесков для губ? Охуенная, вот такая интеграция. Охуительная. Могли бы менструальную чашу предложить, да? Будешь пить, нормально. Ничего, маме отдашь, тебе она вырос. Бьюти-бомб. Ну, это точно не мято. Это что-то типа, я не знаю, клубника, малина, виноград, может, даже. Короче, ягода. Блядь, я реально ноль лет, я отвечаю. Ну, вот это арбуз, очевидно, прямо. Это, короче, не мято. Вот это очень вкусно пахнет. Это тоже ягода, арбуз, либо дыня. Я тебе, ну, и тоже, как бы, подношу. Это арбуз или дыня? Угу. Нет? Эх, лишь бы помацать, пацана. М-да. М-да. И что это было? Вот это то, что было? Да. Это была... Дыня. Ну, интервьюши максимально старается помацать, чисто диппинса запикапить. Все понятно, друзья мои, все понятно. Вот так, Ровой, вот так вот, вот так вот на женскую аудиторию это работает. Мне, конечно, с моими кривыми зубами таких успехов не видать. Дыня. Но, в целом, диппинсу респект. Пацанам... Такого пацана мы уважаем. Дыня. Все, хорошо. Я угадал? Ну, мне как-то это арбуз. Он ее ебнул, вроде, на съемках. Зачем? Просто, типа, вообще не лезь, блядь. Моя... Моя роза не для тебя цвела, подружка. Давай. Это тоже не мята. Что это? Это... Какаяuf... Нах, ты подсказываешь, реально, пиздец, блядь. Хорошо, что она кто-то хочет стать миллионером, не ведет. Это... Еще раз. Ой, спасибо, пожалуйста. Да, да, ты это случайно сделала, да, да, угу. Мне что-то одно меньше 20, нет, мне 18. Стой. Чем пахнет? Блин, чё это такое, там клубника? Сложно, да? Да. Я надеюсь, я пугалеку, мне это пахнет. Ммм, это... Лимонад как будто... Нахуй ты подсказываешь, блядь! Ммм, мистец. Нахуй, блядь! Меня троллят? Нет. Блин, это не мято. Это не мято. Я угадал, да? А что это? Ну, не мято. Хорошо. Сука, если он не скажет, что это мято, я себе, реально, я себе просто... Я не знаю, что я с собой сделаю, блядь. Я не ход... Блядь, вот там есть 4 помады, которые... У тебя есть 5 помад, тебе надо угадать, которые не мято. 4 из них, очевидно, не мято. Сука, я... Мммм... Ммм... Давай, еще один мячик. Скажу, когда понесу. Во, вот это мято. Да! Да! Слава богу! Слава богу, слава богу, ребята. Все, кайф. Да, вкусно пахнет, да? Да, да, вкусно. Давайте губы намажем. Не, но... Да почему? Ну, давай, пробуй нижнюю. И что, какой там цвет? Без цвета, это масло. А. Так, сделай. Вкусно? Мятно. Мятно? Угу. Все, я выиграл? Да. Ваня, я прям не сомневалась в тебе. Ты угадал, где мята была. Хоть... Пиздец, ты просто гений, реально. Вы че? Я пофиксил. Теперь просмотр, просмотр записи стримов с телефона будет доступен бесплатной подписки. Пиздец, реально. Что за викторина? Остальные ты не назвал ничего. Все выиграли, все молодцы, всем первые места. Вроде, кроме как арбузика, но ты назвал это... Арбуз, я сказал, что это арбуз. Ты не сказал, что это арбуз. Я угадал. В общем, этот набор достается тебе. От души. Я говорю, просто забирай, кайфуй. Победил. Я сейчас включу фанатку, потому что я как-то в ТикТоке. Видела видео, где ты играешь в баскетбол. Было дело. Расскажи, пожалуйста, про этот период твоей жизни. Я всю жизнь играл во дворе с пацанами футбол. Потом у меня упал взгляд на аниме и про баскетбол. Я такой... В порядке, есть умение играть. Нет времени, к сожалению, делять этому делу. Нет, хотя на самом деле сейчас нечет за сезон, я опять буду прыгать, бегать. Ты был капитаном команды, да? Нет, капитаном команды я нет. Нет, был один момент, одна игра, где я был капитаном команды. И на меня очень сильно надавил вот этот незримый вес ответственности. То есть так не должно быть. Я просто себя накрутил. Чипец на площадке, застывает время. Это все талант, гениальность его время. Я бы хорошо играл, наверное. В целом, я думаю, объективно, если спросить у моих командников, да, тиммейтов, они скажут все то, что классно играл. Тиммейт, чисто по баскету, тиммейт. Просто нулевая пятерка, ты можешь, блядь, мяч забросить, сука. Какой же мудак на защитнике, сука. Где мама, а? Наверное. Ты сказал то, что ты начал с мюзикли, потом ты перешел в тикток. И с какого-то момента у тебя пошла популярность, это когда твой видос залетел на 150 миллионов. Когда вообще перешел к тому, чтобы создавать такие эффекты на своих видео. Сколько у тебя на это время приходило? Как ты вообще этому научился? Кстати, мне не облуждает то, что я начинал с лайка. Оно ошибочное. Это пиздеж! Я начинал с мюзикли, просто был в параллель фан-аккаунт какой-то, либо не фан-аккаунт. Может, просто человек хотел, короче, дублировал видосы мои. Вот. Но это были все видосы в мюзикли. Я все подскрывал, все снес. Ранее ты говорила, что ты снимал с лицом. Я вот прям сейчас даже нашла вот это вот видео. Тут концовка. Ну, его сложно было не найти, на нем полмиллиона лайков. Ну да, да, снимал. Это, в принципе, все в открытом доступе. И фан-аккаунты какие-то. Говорю, был аккаунт в параллеле, который просто перевыкладывал все. Там куча всех моих видосов маленьких. Мне за них не стыдно, потому что это история. И, наверное, потому что в сравнении с тем, с Невановой. Пиздец, а почему должно быть стыдно за то, что ты снимал эти видосы под Облу? Мне кажется, наоборот, этим гордиться надо, нет? Я начинал с ICQ. Я начинал, блядь, с аниме-форума Slayer.ru, нахуй. Где я выкладывал свои эти, блядь, первые рассказы. Вот. Фанфики по аниме. Вот я начинал с форума Slayer.ru, друзья мои, вообще. Знаете, с кем вы базарите. До этой деятельности? Не стыдно их показать. Да, было дело. Можно перекочевать даже с такого на такое. Что было? Рыжа, а кем ты вдохновился, что тебе в голову пришла такая идея? Аккаунт был американский, Блоттер Медиа. В 2018 году он делал видосы, на которых накладывал неон примитивным образом. Но очень аккуратным, очень трудозатратным. Но там он выкладывал это на светлых видосах. Я, чтобы вывести в экспозицию сам неон, чтобы был этот неоновый видос, я затемнил все и сделал так, чтобы неон очень сильно выделялся. Вот. И я там, где я есть. И с каждым видео я набивал руку, набивал руку. И вот сейчас, где я есть. Добрый вечер. Мы сегодня смотрим интервью Диппинса. Вот. Потом посмотрим этот видос с канала «Пост Россия». Ну так, на лайте, короче. Общаемся. У меня нет, я не художник. Я не... Приятно? Приятно проводим время. Не увлекался рисованием никогда в жизни. Просто так вышло. Это было сложно вот сперва учиться? Или ты просто был настолько вдохновлен этим, что ты просто кайфовал от каждого? Вдохновлен. Вдохновился я только в лотер-медиа. А дальше я просто... Мне просто нравилось это делать. Типа, блин, рисовать классно. Еще и время так утекает. Еще и кажется то, что ты, ну, не просто впустую это делаешь. То есть кому-то это заходит. За лайки! Конечно, он играл свою роль. Вот это вот вау, как? Что за... Там вот это все дела. Как это делать? А у тебя сразу ролики зашли? Да, да. По-моему, да. Я первый неонный видос сделал, и он стрельнул. Ну, типа на 200 тысяч, по-моему, это было круто. В те времена, ебанешься там. Короче, это было круто, это был хороший результат. И я тогда был на распуте. То есть я закрыл лицо, и я начал сначала снимать переходы, но в маске. И вместе с ним я сделал такой видос неонный, где просто тень. Я увидел то, что этот залетел, но с такими видео пострадает частота выкладывания. Либо я мог бы делать переходы, но частота выкладывания осталась той же. В целом и переходы тоже заходили в то время. Когда что-то комментируешь, не ставь на паузу, а просто отключай звук, ничего не потеряешь. Да ладно, типа... Ну, то есть надо же... Надо все впитать, надо понять, кто такой Диппинс. Уважаемый он человек. Я полностью ушел в тень, вообще полностью. И сейчас нет ни одного видео на аккаунте, где я не в тени. Но не зря рискнул, видимо. Ты, повторюсь, когда увидел то, что твой ролик зашел на 150 миллионов просмотров, какая была твоя реакция? Я просыпаюсь, и у меня на старом телефоне есть момент, где я просто вот так сфоткался, сижу на диване, вот так заглубиваюсь, вот так вот. И типа там же... Блин, просто это настолько много было. Он за сутки набрал, что ли, миллион. А тогда это вообще пипец было еще. И потом взлетел, и я каждый день смотрел, как это все растет. Каждый день казалось то, что все, конец. Но оно росло, росло, росло. И вот с того момента у меня видосы стали еще больше времени занимать, потому что я начал интегрировать туда каких-то популярных людей, типа Аванни, Эдисон, Чарли, да. Да, вот видос залетел, и у меня с того момента планка фидбэка, скажем так, стала миллион лайков. То есть я думал, что я справился с задачей, хорошее видео сделал, если оно собрало миллион лайков. И в целом оно так и было на протяжении полугода. Бля, это довольно до хуя, кстати. Впечатляет. Не было ни одного видео. У меня нахуй... Самый видос... Видос... Вот я, честно, из меня тиктокер... Короче, видос, который залетел у меня в тиктоке больше всего, это видос, где Владимир Путин говорит, эй, все... Все водку выпить невозможно. Но стремиться к этому надо. И потом мы с Сашей Фарсайтом орем, Путин! Путин президент мира! Это мое до сих пор самое популярное видео. Это до сих пор мое самое... Популярное видео в тикток. Спасибо. Базиба. Видео, которое собрало бы меньше миллиона, но еще больше времени не стали занимать, потому что там было же не просто не он, я туда интегрировал каких-то популярных людей, типа Чарли, Аванни, кто там еще был. Вот уровень мой этот... Мой уровень познания популярных людей современных, я такой, Чарли, нормальный, у пацана шоколадная фабрика, между прочим, известный. Кайф. Парни вот эти американские, но бег, еще кто-то, короче, со всеми я прикалывался, всех повставлял, прикольно было фидбэк. И, кстати, с этого момента я стал псевдоамериканцем, но все думали, что я американец. Вообще момент... Я, кстати, да, когда видел его видос, тоже думал, ничего себе, америкосы делают, круто. С уходом в тень такой забавной, люди начали придумывать свою историю и трактовали ее по-своему. То есть это Ивангай, да, это американец, он просто транслитом общается с русскими. Это еще кто-то, еще кто-то. И каждый верил в то, что хотел верить. А ты когда кого-то в видео вставлял, ну, рисовал, ты ждал, что эта популярная личность тебя заметила? Вообще нет, вообще нет. Просто отчислился? Просто я хотел вставить человека. Нет, конечно, я думал то, что это хайп, вау, это хайпово, можно вставить человека. А там же они еще тогда, они на таком пике были, у них видосы так сильно много собирали, у них так сильно летели инстаграмы, то есть это прям хороший пик залетел. Нормальный наш, Талин. То есть даже Эдисон заметила, Чарли так и не заметила. Я столько... Вот с Чарли, я даже думал, была мысль, что вот бы она заметила все-таки, но не заметила, к сожалению, или к счастью, кто знает. А русская и американская аудитория вообще сильно отличаются очень сильно. Дело в том, что смотри, если бы в России залетел видос, давай скажем условно очень, миллион лайков там было 3000-5000 комментариев, в Америке миллион лайков это 1015 комментариев. То есть там такая гибкая и ликвидная аудитория была. Меня тоже очень сильно поддерживало, наверное, скажу так. Вот. Как упомянул несколько раз, танцы иссякли, тренды иссякли, иссякли. И я подумал, блин, буду делать анимацию, всегда хотел. Видосы стали занимать вообще уже даже там не 10 часов, не 6. Ну не знаю, вот в этом, наверное, короче, вопрос просто опыта, потому что я вот сейчас это слушаю и понимаю, что если бы со мной, ну то есть понятно, что в чужие ботинки не влезешь, но я думаю о том, что если бы со мной это произошло, я бы сразу же просто отдал бы эти видосы на аутсорс. Я бы реально, типа, делал бы их максимально качественными, просто пытался бы вытащить из этого какие-то бабки либо свои бабки бы сразу вкладывал, чтобы там какие-то другие, да, более крутые аниматоры делали как бы вот эту анимацию, чтобы она с каждым разом была еще просто пиже-пиже-пиже-пиже-пиже. Хотя, с другой стороны, у меня такое чисто бумерская язык прикусил все нахуй буду молчать пизду а все пошло в 30 там анимация вот все что у меня есть на аккаунте там нет ни одного момента где бы что-то сделал не сам я все делал один сам и мне это очень нравилось пусть я говорю там да это кажется очень много 30 часов может это есть много но просто дело в том что когда сидишь там ты залпуешь тебе это нравится ты просто сел там в два закончил в двенадцатый блин я себе день прошел но мне нравилось так и делал очень интересно было посмотреть на результат самому в первую очередь то есть мне хотелось посмотреть как это будет если бы я это сделал не было никогда какого-то выгорания было но не знаю можно ли назвать этого горанием смотри представь видео выходят раз в неделю я делаю три видео они три не заходят то есть у меня планка было миллион лайков не заходит настолько сильно что на 200 на 300 тысяч человек же есть жестко я такой блин думаю как с этим справляться я не знаю где находил спасательную удочку сам опять же находил как-то каким-то образом и выходил заново на планку за кем ты это наблюдал в момент становления да это называется депрессия я кстати говоря удивление может быть не удивление я видел как выросли все тиктокеры все дома я все это видел все это наблюдал со стороны абсолютно все момент когда не милохин стрельнул с видосом помню был розовый фильтр тогда на видосе у нас с этим видосом стрельнул в комнате он снял как создал спасательная удочка друзья мои если вы видите если человек там вы на круизе на каком-то да на этом пароходе да на титанике некоем там гуляете кайфуйте да подходите к официанту такие официант можно двойной дабл мартини смешать но не смешивать он делает такой базиба брат и стоишь ты вот с этим мартини да чисто пьешь кайфуешь и тут видишь как видишь как человек упал за борт не забудьте друзья всегда помните что надо кинуть ему спасательную удочку иначе человек может утонуть друзьям и надо обязательно киньте ему спасательную удочку берегите берегите людей которые с вами на корабле остался dream team как он начал тоже вообще другой состав сначала был как там ушли какие-то люди миша давай удачи был хайп хаус остальная все вот эта вещь я все это видел все наблюдал со стороны вот а с кем-то из богеров на тот момент я на старте крокас базиба базиба за донатик перекидывался пара смс x да дай человеку спасательный круг он будет жив один день дай человеку спасательную удочку и он будет сыт всю жизнь будет жив всю жизнь вашей маруси по моему точно перекидывался а потом когда ушел в тень я вообще не могу сказать не хочу не увидеть но я не общался вот просто так вот выходила у нас очень важно было все то есть я не был блогером и никогда не было у меня был контент просто его дело не нравилось что я сделаю и все а с тем то этот момент вообще хотел бы счетки замещание было такое со стримерами хотел бы общаться я этим горел я как-то там пытался с ним то заобщаться на бэкграунде на как-то мне уже знаю и вообще какая была цель наверное да цель я хотел наверное будет известным, но без лица. В целом, у меня получилось это сделать. А потом, кто-то сказал, тебе не обидно, что тебя так много человек подписаны, но не знаю тебя. — Рассказал. — Нет, это был... было... другой человек. Мне не стало обидно, я просто загорелся новой вещью. Я подумал, а реально ли сделать так, чтобы меня кто-то узнал? То есть перестал подниматься вопрос, кто такой Диппинс. Но это бесконечный вопрос, он не перестанет обниматься. Подниматься, обниматься. Понятно. Вот. И в целом, вроде как, получается потихоньку выйти в медийку, наверное. — Ну вот когда ты показал лицо свое, как твоя аудитория отреагировала? Там больше было все-таки не русских комментариев? — Да, я на Америку показал лицо. — Э-э-э, не понял! Осуждаю такие слова. Так нельзя говорить. Было видео, где именно прям показал лицо. Это было видео с тетрадию смерти, очередная анимация. И я там в конце показал лицо, там 100 тысяч человек поделились этим видосом, 20 с чем-то миллионов там просмотров и 40 с чем-то тысяч комментариев. И было в большей степени по поводу того, какая офигенная анимация, а не по поводу того, что я показал лицо. Мне это очень льстило, потому что я выполнил задачу, я вывел контент на первый план, а на второй уже лицо. — Ну красавчик нормальный, чисто, просто, чисто машина, друзья мои. Вот человек просто идет к цели. — На этот момент я показал лицо условно, формально, да, не стал снимать с лицом. То есть мне просто снялись рамки то, что я не могу вообще видео лицо показывать принципиально. Вот. И я там уже где-то мелькал как-то. Своих же видео опять же. А вот именно показал лицо как в медийном плане, это было со стримов начало. — Добрый вечер. Смотрим интервью с Диппенсом, известным блогером, стримером, тиктокером. — Сначала я стримил ночью в доту, в крысу, никто не знал, там сидело 30 человек. Потом, когда я вышел... — Я до сих пор так делаю. — ...в регулярный стриминг. У меня сидело, наверное, дней 10-15 человек 100. Ну, в среднем, скажем, 100. Вот. И я хотел на стримах давать настроение, но когда видишь вот эти вот качели онлайна, просто вверх-вниз, вверх-вниз, не понимаешь, смута в голове какая-то. Я перестал на это дело полностью смотреть, начал эти стримы, мне начало нравиться, как я веду стримы, то есть вообще независимо от того, сколько людей смотрят. Просто нравилось как-то с позитивом проходить время, я не знаю. Вот. И потом я столкнулся с этой же проблемой, когда людей стало намного больше. Я не могу смотреть на этот показатель зрителей, потому что мне становится хуёво, мягко говоря. И поэтому у меня просто открыта ОБС-ка, и я также веду стрим, и всё, ничего не знаю. С Эвенгами было охуенно. — Это, на самом деле, правда. Я вот, типа, максимально стараюсь, короче, как можно меньше смотреть на счётчик зрителей, потому что если их там больше, чем обычно, супер, если меньше, чем обычно, грустно. Но в целом, реально, это, как бы, скорее тебя деморализует и озадачивает, когда ты видишь, сколько зрителей, ты понимаешь, что если людей много, как будто ты должен более активно себя вести, да, чтобы они остались, подписались там, и так далее. Вот. А если людей мало, ты как-то начинаешь загоняться. Короче, лучше не смотреть, реально, вот, типа. Вот я даже, у меня сейчас открыто вторым окном, но я закрою. Я чисто, друзья мои, я вас всех вижу, я всех, чисто всем, вот, саранхешечка летит. — Спасибо, что вы здесь. — Спасибо, что вы есть. — А! — Да, конечно, когда, я говорю, Вань, я не смотрю вообще на то, сколько людей смотрит, он говорит, а я сзади вот поставил там счётчик в эфире. — Да. — Да, красава, Ваняк. Ты, на самом деле, да, у тебя был стрим, со многими, точнее, стримерами, потом ещё и с Ивангаем. Расскажи, пожалуйста, свои эмоции, как вы вообще договорились, как ты с ним списалась, и как вы с ним познакомились. — Ты, на самом деле, мы первыми смотрим тебя, да. — Смотри, у нас это волос Мавадина, где включу фонарик. — Ну ты тоже русский? — Да. — Да. — О, ты тоже русский? — Простите, пожалуйста. Великодушно, прошу проще. Великая муть. — Извиняюсь. — Как? — С Ивангайм, короче говоря, он вообще начал сам заряжаться в эту тусовку стримерскую. И был такой момент, то, что на предыдущий день я захожу на его профиль, типа узнал то, что он в этой тусовке потихоньку вписывается в стримерскую. Он на него не подписан. Я захожу на следующий вечером, он на меня подписан. Я такой, блин, все тогда. Я пишу ему, он мне отвечает. И все, мы договорились так и провести стрим. Провели стрим прикольный. Мне очень понравилось. Не знаю для кого, как для меня это значковый стрим был. Очень забавно. Хесус упоминал тоже стример, то, что история циклично. — И уже кикнули из склада. Из какого? Что за история? Кого откуда кикнули? Мне интересно. — Вот. Нет. Короче говоря, это уже только мнение Хесуса было. Просто забавно то, что я постримил с Ваней. Баня с Ваней. Давай, до сих пор. — Ты же понимаешь, что он первый же стрим такой провел именно с тобой? — Нет. Был до этого еще один стрим. Ивангай был на Твиче уже. Но со мной тоже. — Ивангай из русского склада. Ну все, сорян. Политика. — Вот был стрим. Для кого-то это был первый стрим Ивангай на Твиче. Вот. Для новой аудитории. — А с кем он тебя еще? — Пугает, что у Ивангая вообще появляется новая аудитория. Ну не в том плане, что он ее набирает, а в том плане, что она может быть впечатляет. — Какие были знаковые стримы? — С братишкиным. Я фанбой братишкин, насколько я себя помню. Это тоже стример. Я вот таким пиздяком смотрел его. Все время. Все стримы. — Я надеюсь, что из заката 99,1 кикнули Ивангай. Я надеюсь, что кто-то из тех, кто это сейчас смотрит, тоже потом станет популярным и известным, будет сидеть на канале Пушка вот с этой же микроженщиной и рассказывать ей, что я смотрел Федю Букера, а я буду сидеть, жить в коробке из-под холодильника и просить мелочь, питаться горячим супом из-под крана. Все будет хорошо. Потом еще с Филоном быстрым были стримы. — Смотри, я помню, ты рассказывала, что с братишкиным тебя познакомил Никоглай. — Да. — Скажи, пожалуйста, тоже. — Топовая тусовка, реально. Вот брати... — Здесь историю. — Короче, Коля знал, мы с ним... — Ладно, не, братишкину респект. — Общались очень давно, у меня не было даже двух миллионов, по-моему, у него не было и 50 тысяч подписчиков. И мы друг на друга подписались и что-то перекидывали словами. Там, как денек, ты нормально, твой калек, как денек. И вот так вот что-то заладилось. И потом у него начало получаться на Твиче, и он знал то, что я очень хочу с братишкиным пообщаться. И как только у меня появилось множество, он говорит, Ванек, беги, бери вебку и давай на стрим братишкин. Я такой, блядь, реально. Вот, и так был первый стрим у братишкин, там еще в маске сидел. — Да? Какие у тебя эмоции были? — Блин, вот тогда я волновался, правда. Я тогда очень сильно волновался, и у меня очень вспотела голова, волосы и все вот это дело. Я очень не знал, как себя вести. Я даже сейчас рассказываю и испытываю тоже волнение, как в тот раз. Вот, ну, смешанные эмоции. Честно говоря, столкнулся с тем, что очень сложно осознавать, что это все реально происходит. — То есть ты не знаешь? — Как насчет позвать от Рыжкина на весь рэп-подкаст? Ну, кстати, можно, но я не знаю, он согласится, нет. Вообще было бы прикольно. Типа мне бы хотелось какого-нибудь стримера позвать. Стримеров мы уважаем, поэтому... Если вы стример, и вы это смотрите, и вы популярны, у вас есть хотя бы 300 миллиардов подписчиков, ну, хотя бы, блядь, ну вот, пожалуйста, ну, 200 похуй. Но если меньше 200 миллиардов, то... Ребят, извините. Вот. Пишите. — Осознаешь по сей день? — Да, это очень сложно осознавать, потому что у меня, в принципе, честно сказать, жизнь не поменялась. — Спасибо. Все, кто меня не бросит, когда я стану нищим, спасибо. — Как это сказать? — Вы уже меня не бросили. — С честной точки зрения она, типа, как-то бурно течет, наверное. Я не знаю, как так сказать. — Ну, это, наверное, потому что тебя еще не ударило в голову. — Кстати, на самом деле, на самом деле должен был быть, я вам чисто инсайдик, должен был быть у меня подкаст с Никоглаем на VS Рэпе. Вот. Мы пытались активно договориться, и вроде как почти получилось, но не получилось. Потому что у него там поперла вот эта вот вся шизуха с накрутками и т.д. Там какие-то уходы-приходы менеджеров и так далее. Вот. Он просто хотел делать мерч на VS Рэпе. И по этому поводу вот мы его очень хотели ко мне на подкаст подтянуть. Поэтому, друзья, мог бы быть великий подкаст, но не будет. Ну, пока так. Жаль. — Такая популярность по типу того, что у тебя, знаешь, съемки клипов, какие-то мероприятия. Ты же пока все это избегаешь. — Да нет. — Чтобы снимать клипы нужны песни, нет? — Могу сказать, что избегаю, но просто на что-то охота идти, на что-то не охота. Я не тусовочный человек. — Домочет. — Ну, можно это охота. Ну, я же говорю. — Домочет. Просто гигачет и домочет. Я домочет, пацаны. — Типа, мой путь лежит до баскетной площадки, а все остальное можно и дома повеселиться, и хорошо время провести. — Не, ну, если вот тебе сейчас скажут, что надо поехать, там, например, какое-то мероприятие типа ВК Феста, там, как лицо. — Надо поехать? Нет. Ну, типа, в смысле, как сказать «надо поехать»? — Ну, это рекламный заказ. — Ну, блин, не знаю. Наверное, это будет обсуждаться по факту. У меня таких предложений еще не было. — Ну, какие у тебя предложения были? Кстати, расскажи, я знаю то, что у тебя рекламу покупала группа BTS. — Ну, это очень сильная недоговоренность и непонимание. У меня действительно есть американское агентство «Бас Медиа». Это агентство работает с «Белой Порч», если что. Не знаю, как сейчас, точно работало. И они давали рекламу. В Америке есть такая практика. — Да, короче, они работали с «Белой Порч», пока она не разучилась носом вот так вот двигать. Теперь «Белой Порч», к сожалению, вышла в тираж. Вот она разучилась вот это делать. — Рекламу ради престижа. Мой аккаунт был тогда популярный. У меня куча звуков, в которых больше 50-100, может, даже 200 тысяч клипов, и они все равно рекламные. И у меня, типа, есть пруфы даже, я не знаю. Ну, нет смысла их приводить, потому что это деловая переписка. Но да, да, брали. — Сколько тебе звук? — У меня тоже. У меня есть звук рекламный, зацените. — А ты не умеешь спрашивать. Ну, женщина, надо спрашивать больше полумиллиона. Ну, вот Юрий Дудь четко делает, реально. Юрий Дудь научился всех раскалывать на бабло прям великолепно. Он просто такой, больше 100 тысяч. Он говорит, ну да, потому что человеку, да, если он начнет говорить, как-то давать понять, что меньше 100 тысяч у него стоит реклама, то это уже как-то, да, не респектно, не хочется себя принижать. Он такой, да, а больше? Он говорит, а больше полумиллиона? И тут человек уже, вот, ты уже понимаешь примерно, что к чему. Вот чисто Юрий Дудь за два, там, чисто за два мува раскалывает всех на бабло. Тут, конечно, скилухи поменьше. — Да, возможно, в районе миллиона. — Хорошо. А самая дорогая реклама, которая была продана в ТикТоке? Сколько? — В ТикТоке? — А, ты в Инстаграме тоже продаешь? — Нет, я не продаю где-нибудь рекламу, кроме ТикТока. Да, у меня реклама была только звуков, это вот недавно я перекочевал на российский, типа, этот. Короче, Россия тоже начала давать рекламу. А так у меня была реклама только звуков. Там был фикс прайс, я не знаю какой. — Ты рассказывал, что ты сделал клип Диму Билану? — То, что он тебе написал сам даже? — Да, 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 реально. — Слушай, пожалуй. — Написал в директ мне, говорит, слушай, видел твои работы, очень круто. Там у него был сниппет, полагаю, но только долгий, типа 40 секунд, что ли. И я ему сделал обработку сниппета, потом он говорит, давай клип сделаем. Только сниппет был условно летом, а обработка клипа уже, типа, через два месяца только. То есть через два месяца он... — То, что он тебе написал сам даже? — Да, 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 реально. — Скажи, пожалуйста. — Написал в директ мне, говорит, слушай, видел твои работы, очень круто. Там у него был сниппет, полагаю, но только долгий, типа 40 секунд, что ли. И я ему сделал обработку сниппета, потом он говорит, давай клип сделаем. Только сниппет был условно летом, а обработка клипа уже, типа, через два месяца только. То есть через два месяца он говорит. Мне, кстати, всегда вот это не давало покоя. Вы знали, что Диму Билана на самом деле зовут Виктор Белан? Типа, и ладно, ну Виктор, Дима, хотя Витя тоже, Витя Белан мне... Ну так, ебанно, конечно, похуже чуть-чуть, но тоже нормально. Но меня всегда вызывало вопрос, почему его... Почему, типа, Билан через И, ну то есть реально, в смысле, да, Диму Билана зовут Виктор Белан. Ну, серьезно, ноу-кэп, так сказать, ноу-рофлс. Вот. И, короче, меня удивляет, почему, ладно, ну почему ты Билан-то? Ну то есть, прикиньте, реально, брать себе псевдоним, мне, типа, Димитрально против... Сука, нельзя писать Димой еблан, блядь. Вот. Это реально, по-моему, очень странная хуйня. Вот. Чтобы, ну прикиньте, вот ты Билан, это такое. Хочу псевдоним Билан, вот это четко, четенько, четенько. Может, реально, потому что, ну, Билан, Еблан, типа, плохая коннотация, через И, то другое дело. Ну, я не знаю, что там у продюсеров в 90-е, Бима Дилан, Бим Дилан нормально. Не знаю, Джоу продюсеров в 90-е было в башке, там сложно представить. Ваня, давай сделаем клип. Я говорю, давай попробуем. И я сделаю ему клип. Сколько на это время не ушло? Короче, это клип, там дедлайны, типа, выходит песня, надо актуально сделать клип, правильно? Не знаю, когда ведьма. И у меня была неделя, я пять рабочих дней сидел. Я сегодня, чуваки, чтобы вы понимали, после стрима поеду на студию записывать новый трек, который, надеюсь, скоро выйдет. Так что вот вам чисто инсайдинг. Говорит нам человек с именем Игнат. Чуваки, ну, если кто-то верит до сих пор в то, что меня зовут Игнат, ваше право, ваше право. Правду вы никогда не узнаете. Кроме, ну, если вы, конечно, не посмотрите тот стрим, где я паспорт показывал, но это, вряд ли вы сможете это сделать. Вы же не уверенные пользователи ПК, правильно? Наверное, часов, ну, чтобы не соврать, возьму нижнюю планку от 10 до 15. Да, конечно, там с перерывами, типа, там, час повтыкать куда-то, но в целом примерно столько уходило в течение пяти дней, потому что клип был очень большой, четыре минуты, и там неоны я в итоге вложил везде. Вот, ну, мне очень нравится эта работа, я был рад это сделать. Типа, ну, банально, пестижно. Клип Билану сделал. Нихуя, нормально, там, Дима Билан выходит из каких-то, блядь, этих ламп. Это Клава Кока или что это такое? Да, еще просили клип сделать, еще один просили клип сделать. Наверное, я не знаю, просто можно сказать или нет. Ну, Романов Родакшн, знаете, который Моргенштерн все клипы делал. Вот он хотел, чтобы я сделал свою графику в одном из его клипов, я не знаю, как он ставил. Но мы не сошлись, потому что там еще хуже дедлайны были. Да, то есть там вообще были дедлайны такие, что я бы вообще не спал, поэтому мы не смогли договориться. Ну, это понятно. Но очень круто то, что тебе всего 19 лет. Возможно. Ты уже такой разносторонний человек. Разносторонний? В плане? В плане того, что ты... Давайте делаем ставки к концу интервьюхи, склеит ли микроженщина Диппинса или нет. Давайте посмотрим, получится ли это, так сказать. Ты везде можешь найти себя. И ты же еще и трек записал, с группой космонавтов нет. Ну да, это вообще забавная история. Расскажи ее. Я просто на стриме сидел, делал типа туду лист на 2022 год. И туда вписал опцию трек с космонавтов нет. И мои ребята просто взяли и написали им. И на следующий день мне в директе пишет от аккаунта космонавтов нет. Блин, видели, типа, что ты говорил, и писали твои ребята. Можем попробовать сделать что-то интересное. И мы реально просто скопировались и сделали что-то интересное. Наверное, что-то интересное. Да, сделайте, короче, сделайте опросик. Давайте опросим, сможет ли микроженщина склеить Диппинса. Понравилось, так сказать. Коля тоже понравилась. Какие были у тебя эмоции? Я не стеснялся записывать трек. Мы пошли на студию, я записался, классно все. И все. И, наверное, еще Коля поддерживал. На меня очень сильно впечатляет, что МС Диппинс реальный человек, который носит свитшот Nike с пола. Ну, типа, надевает пола под свитшот. Это вот реально такое ощущение, что сейчас можно его, я считаю, на обложечку паблика обнуляй. Чисто запузырить, так сказать. С кайфом. Я говорил, да нормально, классно получается. И человек, который сводил, тоже говорил, да, хорошо, неплохо получилось. Ты даже пробовал себя в успении? Да, я пел пять классов в хоре маленьких. Блин, ну вот это, кстати, очень пиздатый буст, честно говоря. Мне вот это очень не хватает. Так как ты сейчас тоже относишься к стримерам, у тебя вот именно своя атмосфера на стримах. У вас даже свои словечки, ты говоришь. Блядь, а бывает чужая атмосфера? Друзья, у меня на стриме чужая атмосфера. Ясно? И своих словечек у нас нет. Все. Вот так-то. Чат, мурчишь, стонешь. Нет, фейк, профи. Нет, ну, на самом деле, правда, у тебя какая-то такая семейная обстановка и свои словечки, как вообще-то ты это придумал, как ты этого добился. Это типа я не... Как ты добился... Как ты добился... Как ты добился семейной атмосферы? Я просто кончил в женщину, через 9 месяцев из нее какая-то хуйня вылезла. Так вот и живем. Не придумал. Ну, я ничего не придумал. Просто оно вот так есть. Это вот как мы с пацанами бескорно сидим. Просто вот на стрим перенес это. Комфортно? Да. Бытует мнение. Потому что даже стримеры, которые у меня на стримах говорят, комфортно. Не знаю, наверное, из-за того, что я не делаю из-за этого всего... Шоу? Каст, да. Шоу. Просто сидим, разговариваем. У кого-то... Ну, короче, это просто беседа. И все, возможно, из-за этого комфорта как-то называется. Словечки? Ну, чат, может быть, я не знаю. Ну, как-то так оно, это все спонтанно происходит. Это же прямой эфир. Тут забавно и иронично то, что в прямом эфире камера как раз чувствует искренность. Это видно все. И было бы видно, наверное, если бы что-то я придумал или что-то подготовлено было. Друзья, чувствуйте искренность через камеру. Какие еще были неловкие ситуации на стримах? Ну, я, короче, вот вчера стрим делал... Чувствуйте искренность. Когда я пью пейпер, напиток газированный, очевидно, хочется... Рыгать. Я замутил микрофон, это, сука, не сработало. И я, короче, такой... Блядь. А я так и не планировал. И это было очень... Короче, я вообще не ожидал, что она так меня подставит. Ну, это... Он рыгнул, да, на стриме? Что произошло, интересно? Рыгнул на стриме. А у вас что интересного? Прикольчик просто, блядь. Неловко, возможно. А так, чтобы какой-то прям пиздец, как неловко, да нет. Я знаю, что такое стримы, я смотрю до всего... Блядь, реально, ну, типа... Вот при всем, при том, при всем моем теплом отношении, как бы, к Диппинсу, вполне приятный парень. Ну, что у тебя, интересно? Ну, рыгнул на стриме. Вау! Бомба. Очень долго. Чаще всего я видела нарезки с тобой, когда ты что-то пытаешься сформулировать, но у тебя не получает, и ты немножко заикаешься. Меня позовет какой-то интервью на интервью... Какой-то канал на интервью. Я так вам скажу. У меня такая же проблема, но это происходит, когда я стесняюсь. Вот у тебя почему так? Просто в прямом эфире у меня не слишком долго идут трансляции, потому что иначе бы я не успевал остальные вещи, остальными вещами заниматься. То есть ходить на студию, что-то записать, что-то обработать, другие вещи, типа доков каких-нибудь еще таких дел. И я почему-то сам себя загоняю в рамки времени и пытаюсь до каждой мысли догнаться, поэтому прыгаю раз в мысль, потом на пятую, потом на третью. Друзья, ну 50 голосов, никто не верит в микро-женщину, сори, подруга. Next time! У меня такая проблема вроде как... Базиба всем, кто поучаствовал. Я когда тебя увидела, я сразу такая думала, что ты будешь так же в жизни разговаривать. На самом деле такой спокойный парень, хорошо формулирует свои мысли, не то, что я. Спасибо, приятно. Да, классный ты, хороший вообще, ну жених, ну реально, ну посмотрите, вот он просто, ну он милаха. Ну ты реально, ты как бы, ну стильный, да, какой-то классный, какой-то мощный, да, какой-то надежный, какой-то блестящий, какой-то алюминиевый, какой-то реально моторчик, вот, ну тупо чисто бакинский пацан, вот. Вот, а нарезки, ну кому что попадается? Не знаю, почему тебе попадается, как я... Да, реально оловянный мальчик. Другой сказал. Ладно, проехали. Next. Не, на самом деле, у тебя просто фанат. Реально солененький, просто чисто вот, ну, вкусный такой, да, как бы, симпатичный какой-то, пупырчатый, да, очень приятный. Аккаунды это разбирают очень сильно, как ты стонешь, как ты наклоняешься, как ты муртишь. Да они вообще все разбирают. Вообще у меня в целом, хочется сказать, мое мнение, что у меня охуенная аудитория. То есть именно в Твич захожу, мы пока что адаптируемся, учимся на Твиче, потому что это новенькие все на Твиче. А в целом очень хорошая, очень понимающая аудитория. И я прям вижу это. Даже момент с тусовкой, они все знают, что я не тусуюсь. Потом я был на день рождения у Наташи Генсухи. И они, вот я думал, блин, ну хотя бы одну смс-ку получу в директ или где-то увижу то, что... Друзья, а что, в смысле, типа, в чем проблема? Я считаю, что... Я считаю, что склеить Диппинса изи просто. Реально, я бы подошел к ним и сказал, старичок. Если ты научишь меня укладываться так же, как ты, я научу тебя пить водку так же, как я. Что скажешь? Отик. Что? А он же говорил, что там тусовка. Не было такое вообще нигде. То есть все-таки, блин, наконец-то он отдыхает, как он заебал. Тут в чате говорят, что, возможно, микро-женщина, это может быть оскорбительно. Поэтому назовем ее макро-женщина тогда. Мега-женщина. Давайте вот. Не отдыхай, там что-то такое. Короче, не, вот мне нравится. У меня лояльность большая у аудитории. Или микро-женщина норм. Как вы считаете? Микро-женщина это оскорбительно или нет? Я очень с тобой согласна. У тебя шикарная аудитория, она еще мега-добрая. И я видела вот эти вот нарезки, и там тебе писали, наконец-то ты отдыхаешь. И там просто каждое второе видео о том, что они действительно заботятся и рады, потому что ты наконец-то веселишься. Блин, ты меня фраз выгоняешь вот сейчас немножко. Да нет, ну это правда. У тебя очень добрая аудитория, и они каждый момент, где тебя видят, они все это разбивают, у них все видео залетают. И чтобы вы понимали, Ваня отвечает на все. На все почти. Вот фан-аккаунты. Я вот когда смотрела, я смотрю, видео популярно еще с тобой, и вот это вот фан, они сами нарезают, и ты еще это и комментируешь. Просто такая любовь к аудитории. Да я просто сам был. Пэш, вот у стримеров есть такой момент, то, что у них с аудиторией коннект, наверное, самый сильный, по сравнению с остальными родами деятельности блогеров, потому что ты непосредственно сидишь, и тебя в лаве... Как вам, друзья, как вам коннект с аудиторией чувствуется? Ощущаете, друзья, мы ощущаете коннекшн. Смотрит человек, он может написать в чат, ты увидишь его сообщение, ты с ним прямо в лаве поговоришь. То есть это самый такой сильный интерактив. И я из-за того, что рос на стримерах, мне очень хочется давать фидбэк аудитории, потому что я знаю, как это приятно. Я буквально, блин, я приходил со школы, мне давали там 100 рублей каждый день, и заказывал, допустим, еду, условно, какое-то событие. Вот, для меня событием был стрим Братишкина. Я заказывал еду, и думал, вот сейчас 200 рублей накопил за неделю, сейчас ему задоначу. Да ты чего? Да, и донатил, типа, и даже плевать, как он отреагирует. Друзья, я надеюсь, что можете не донатить, главное, чтобы для вас стримчик тоже... Сейчас бы, блядь, умер, подавился бы на стриме, нахуй. Мне бы хотелось, чтобы для вас стрим тоже был приятным событием, чтобы вы могли собраться сами с собой, у компьютера или у телевизора, и просто провести немножко времени вместе, пока и фалай. Я просто думал, блин, так классно, что у меня получилось это сделать, короче говоря. Ну, короче, я когда это рассказываю, я начинаю запинаться, что-то еще, потому что мне... Я вспоминаю момент, это очень приятно, волонительно это говорить. А какой самый необычный донат был? Бля, салат реально разный. Мяукни. Это даже в чик-токе простонулось чуть-чуть. Говорят, мяукни, что похож на кота, приятный 10 тысяч рублей, говорят, мяукай. Я говорю, мяу. Ну, блин, а что, я что, совсем, что ли, урод? Да? Да. Конечно, из Диппинса коммерс так себе. Потому что сейчас он мяукнул бесплатно, все. Мурчание обесценилось. Почему? Ну, потому что, что, за 10 тысяч рублей не мяукнуть, ну, вообще, что ли? А, ну, в этом плане, да. Вот. Так и ебни. Самый большой донат, который был у тебя. Вот этот, наверное. 10 тысяч? Ну, да. Да, блин, я... Что я? Не знаю. Next. Площадка Инстаграма? Достойно. Рад, если это кому-то помогает. Друзья, могу мяукнуть бесплатно. Мяу! Пожалуйста. Это стрима в каком-то тильте был, но на стриме как-то по кайфу. Но утиль. Очень рад слышать. Там аудитория совершенно другая. Там все смотрят истории, максимум, даже когда ты прямой сервис ведешь, там тебя не смотрят больше двух-пяти тысяч человек. Вот. И когда ты уходишь на Twitch, каким бы популярным там Инстаграме не был, там очень сложно завоевывать новую аудиторию. Сколько у тебя времени на это ушло? Или у тебя просто в какой-то момент пик пошел? На завоевание аудитории? Да, именно на Twitch. Это произошло так. Я стримил 10-15 дней на онлайн в 100 человек, и потом эти ребята, алды, не начали делать аккаунты, и начали делать видосики с нарезками. В ТикТоке? Да. И начался пинг-понг. То есть, бамс, в ТикТоке взлетел видос, с ТикТока идут в Twitch новые чуваки. Новые чуваки создают аккаунты, создают новые видосы, и с новых видосов еще новые чуваки. И, короче, там вот так вот геометрическая прогрессия полетела. Как ты думаешь... Чуваки, делайте так же. Когда будет ТикТок, делайте нарезочки со мной, пожалуйста. Пусть тоже приходят новые школьники, мы их здесь будем. Тепло, встречай! Маш, почему ты так завоевал? Внимание девушек именно. Блин. Вот он не воспринимает комплименты. Я когда ему говорю, что они необычные, что... Я воспринимаю комплименты по поводу видео, потому что это труд, это можно оценить. Что тут оценивать? Ну, вот я тебе говорю, как ты думаешь, почему ты завоевал такое внимание с ТикТока на Twitch? Потому что у тебя аудитория больше женская? Как думаешь, чем ты завоевал такое внимание макро-женщины? Да, как у Хесуса. Вот. Но только Хесуса на Эдиты не разбирают. Ну, у него просто... Не почти милый. Аудитория уже с ним вместе выросла. Вот. А у меня абсолютно новенькие ребята. Девочки. Им еще только предстоит вырасти со мной. Ты же понимаешь то, что все девочки, которые тебя смотрят, они потенциально хотят тебя с тобой встречаться. Вот так вот. Ну, блин, честно сказать, я просто верю в то, что я перекрыл контентом вот этот вот момент. Мне кажется, это, кстати, довольно жестоко. Ну, в том плане, что реально девочки думают о том, чтобы встречаться с пацаном, который впрямую говорит, у меня мало времени, я постоянно работаю, у меня нет времени на отношения, потому что я постоянно работаю. Во-первых, приятного аппетита. Базиба. Я не выдержал и решил кушать еще один сырок. В-третьих, хочу навалить прикол хттп. Сема, базиба. За донатик чекнем после интервью обязательно. Ванек, паренек, здорово. Короче, я к тому, что, ну, прикиньте, вот девочки, да, хотят встречаться из-за внешки и Эдита в тиктоке с человеком, который прямо говорит, я очень категоричный, у меня нет времени, я постоянно работаю. И так далее. То есть они не пытаются, да, погрузиться в проблему человека, узнать его как личность. Типа, уву, симпатичный, все, хотю, хотю. Возможно, харизмой. Короче говоря, не хочется верить в то, что все завязывается только на внешности. Нет, я так не говорю просто, я говорю, что это тоже основополагающее, потому что любой другой мальчик... Определенно, определенно, я это не отрицаю, но я не делаю на этом фокус абсолютно. Вот. Ну, на самом деле... Эх, хотелось бы быть симпатичным. Наверное, это лучше, чем думать то, что вот только из-за внешности. Короче, такой щепетильный вопрос. Ваня мне тоже говорил на стриме, то, что сталкивался с этим. Ну, не знаю, ну... Тут только аудитория знает, ради чего они с тобой. Ну, тебя это обижает немножечко, когда... Друзья мои, мешок конфет бим-бом на стриме. Кайф. Например, о том, что... Ну, тут тоже фактор влияет вот именно на то, что у тебя такая внешность какого-то мультигероя. Да катайся, леди баг. Мультигероя, друзья. Я и сам своего рода мультигерой. Я вам, кстати, могу показать, какой я мультигерой. Смотрите. Заходишь, просто пишешь. Груст. Вот. Просто грустная собака из мультика, чуваки. Вот это я просто. Вот я мультигерой, реально. Вот это я. Хочу такую же с надписью «Букер» внизу. Вот это, чуваки, вот это вот. Я себя чувствую вот так вот. Вот это реально, это я просто. Ее. Все, я мультигерой. Вот это вы, в черном костюме. Ну, блядь. Да хули я не кот тогда? Ну, не знаю, ну что? Ну, внешне. Я сейчас пойду чаюхи в ебу. Хеллоу. Кстати, да, можно на самом деле. Ну, блин. Жалко, что он не грустная свинья. Вот если бы он был грустной свиньей, это было бы чистое я, мне кажется. Просто чистое попадание. Внешность и внешность, ну, просто, прикинь, два часа кто-то сидел бы вот так смотрел в экран на внешность? Я очень сильно сомневаюсь. Два часа сидеть смотреть просто из-за того, что... Ну, она вот 50 минут уже сидит. Нормально. Внешность какая-то, как у Катайз Леди Баг. Не, ну, там, конечно, может с хорошей внешностью сидеть совершенно неинтересный человек. Я и не говорю о том, что я не харизматичный. Конечно. О-о-о-о! Ну да, с хорошей внешностью может сидеть совершенно неинтересный. Какой-то душнарь чисто челкастый. Может сидеть, кайфовать. Похуй вообще. Так, сюда, пожалуйста. Вот. Своего ассистента вернул в кадр. Здесь все совпадает. Я просто хотела тебе тоже сказать, что здесь так же и твоя внешность. Да, тут ты права. Есть такой момент, то что... Нет, я грустная свинья, вы что? Макро женщина все, да, посыпалась. Комбинация. Никогда не бывает что-то одно. То есть это всегда о том, как что-то работать с чем-то. Условно, возможно, у меня бы не было всего этого, если бы я даже не сделал, не делал контент с неоном. То есть вполне возможно. Я бы никогда так не раскрутился. Так что это комбинация каких-то вещей нескольких. Давай поговорим про стримеров. Я знаю, ты говорил, что ты смотрел «Братишкино» и так далее. С кем ты сейчас общаешься? Блин, кстати говоря, я очень рад, что я в целом поддерживаю общение с теми стримерами, с которых позвал. Хорошо поддерживаю общение. И в принципе, я всех стримеров знаю. То есть... Ну давай, давай, друг. Назови всех стримеров чё-то. Давай, я жду. ...со многими. Кто на тебя больше впечатления произвёл? Давай, назови. Да братишкин. Ну это понятно. Фанбой. Кто бы больше впечатлений произвёл? Каждый раз сталкивался с диссонансом из-за того, что я сижу с человеком, которого смотрел. Это вот касательно, когда я звал человека на стрим. Ну... Рад с ними общаться, рад влиться в их тусовку. Кого? Если это так можно назвать. С кем? Погорел глазами за это дело. Ещё рад тому, что потихоньку получается сконнектить мой чат и чат других стримеров. Короче говоря, какое-то одобрение и у их аудитории завоевать. Потому что для меня это в целом... Ясно. Не могу сказать. Короче говоря, было бы хорошо, если бы было так. То есть я не развиваю никаких конфликтов из-за того, что кто-то в данный момент там не одобряет какую-то мою деятельность или даже там хейтит, потому что... Не знаю почему. Я говорю, что чуваки, своим ребятам, не надо на это обращать внимания. Это, возможно, пройдёт. Но в целом не надо отвечать тем же. Я про тебя плохо говорю. Ну, в чатах. В чатах, возможно. Да. То есть есть такая практика, то что... Это меня бог наказал, чтобы я больше не шутил про Диппинсу. Когда я заканчиваю стрим, аудитория рассеивается и заходит в чат и начинает писать семёрки. Это типа привет у меня. Как-то само тоже так получилось, что это типа привет. И из-за этого чат ломается. Стримеру, возможно, сложно вести трансляцию. Но это, с одной стороны, с другой стороны, это приток новой аудитории, которая дальше будет сидеть на Твиче у него. И это может раздражать тех, кто сидел до этого на стриме. То, что, блядь, пришли в чат, пишут семёрки. То есть, но... Пиздец. Да что ж такое, господи. Позовите меня к макаро-женщине, пожалуйста. В целом, просто с этим надо свыкнуться, наверное. Всё будет в порядке. Ну нет, вот когда у вас есть какие-то свои словечки, тут больше покажут, что это не просто люди, которые тебя смотрят, да? Это прям семейка, которая, знаете, все ваши фишки, которая сидит там помяукой. Борщ. Что означает борщ? Три борщилка, в смысле, очевидно же. Борщ. Ну, вдруг у тебя что-то своё означало. Борщ. Так, ну расскажи про свои отношения с Жужо. Что означает бомбомяс? Что означает чупеп? У вас очень милые стримы проходят. Я даже знала, что у вас всякие есть фанфики. Почитал их? Нет, и мне говорят, мои же ребята не читать их. Ну там вообще. Возможно, я не знаю. Ну стримаха, читать запрещено по правилам Твича. Ну прочитай как-нибудь. Мне кажется, это будут такие же красные. По правилам Твича запрещено читать фанфики? По правилам Твича нельзя. Да нет, не на Твиче, я сам просто. Иди мне, Жужо. Мне говорят, строго нельзя. Да? Ну ладно. Да, почему картошка фри шляпа? Вот меня никто не спросит, никто не скажет. Федя, ты такой, у тебя такая аудитория, у тебя свои словечки есть. Бомбомяс, чупеп, фри, апостол. Вообще, как ты к нему относишься, к его шуткам? Ну чё, ну он тактильный, открытый человек, он так со всеми шутит. Ну ты не смущаешься? Он в жизни так, без стрима так? Да, вроде, вроде да. Не, ну без стрима, конечно, я ему скажу, типа, сидеть. Он такой, ладно. Нихуя! Нормальные отношения. Вот это мужский пэто, это по-мужски. На стримах у нас, да, конечно, такая атмосферка прикольная. Не переживаешь ли ты за Ивана Золу? Потому что он сейчас не в той компании. Друзья, конфеточку. Да, кстати, реально, очень Диппенс похож на Серёжу Абалбиска внешности именно. Друзья. Кайф. Еще в таком роде. Он не один, у него есть родители. Я лично? Ромашка, спасибо за донат. Здорово, Федя. Чат проебал момент. Была реакция, эрекция на рэпио батл Ханзамай и Фоллин МС против Лизки и Мози. Кстати, как будет на английском Лохопед? Удачного стрима, старый рэпер. Спасибо. Базиба. Великий задонатик. Юри Дудь. Это на английском Лохопед. Это известно. Не помню, я смотрел, наверное, батлка. А нет, я не смотрел, кстати. Блядь, я съел несчастливую конфету, сука. Но, за пожелание удачи, базиба. Мне как-то пофиг. Вот. Дива, не жалко? Ну, жалеть вообще? Да похуй на него вообще кто? Че? Иван? Старичок, чистого размера. Его просто... Вообще плохо сама по себе чувствовать жалости. Оно как бы сомнительное лично для меня. Ебать, Диппинс реальный персонаж я занимаю просто. Я не чувствую жалости. Я работаю каждый день, чтобы приблизить свою цель. У меня нет времени на отношения. Я предполагаю, что Диппинс это Ягами Лайт. Просто, ну, очевидно, абсолютно. И внешние параллели, как бы, вот это... Ну, это он. Это он. Меня. Но помочь может как-то по-человечески, если что-то... Че-то кого-то... Ну, вообще, вроде как Хиасус переживает, насколько я знаю, за это все дело. А я как-то, ну, смотрю, смотрю. Тоже интересно, куда это приведет. Просто наблюдаю. Не ввязываюсь в это. На одном из стримов ты говорил о том, что ты сейчас довольно-таки нервный стал. Это из-за того, что у тебя такое... Обили информации. Нервный, возможно, вырванный из контекста как-то, но... Ну, куча всего свалилась, типа, в моменте. То есть у меня болит голова из-за того, что никуда надо ездить. Я в неделю, я в месяц, может быть, уезжал далеко. Ну, типа, далеко. Ведя, что ты творишь? Его же Элл убьет. Теперь он знает его имя. Блядь! 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 А вместо Рюка макро-женщина? Далеко это 20 минут на машине. Больше 20 минут на машине. Раз в месяц. Или Жужо. Может быть, даже раз в полгода. А тут как бы мне каждый день куда-то надо ездить, что-то делать. Очень много мыслительных процессов появилось. То есть, условно, у меня мыслительный процесс лежал в том, чтобы придумать что-то к видео, придумать само видео, обработать его. Тут сидишь спокойно, когда обрабатываешь. А тут очень много... Вот у тебя батарея рядом. Там сколько секций. Еще... Здорово, Ромыч. Базиба. Базиба за донатик. Нет? Ну что ж, ладно. Приятного аппетита. Спасибо за дофаминыч и сиротоняныч. Ромыч, Базиба. Базиба огромная. За донатик. За топ-донат. Скучаю по твоим тиктокам. Скорее бы уже разблочили, чтобы смочь снова смотреть кайф. В батарее топят. Еще топят. Причем пиздец как сильно. Поэтому сейчас скажу. Раз. Восемь секций в батарее, старик. Восемь секций в батарее. Жарит она шо пиздец. Жарит шо котлеты в Макдональдсе неделю назад. Сейчас уже нет. Слушай, в Москву собираюсь, кстати. Я буду на этих выходных в Москве. На дне рождения у кореша. Поэтому давай спишемся, встретимся. Вот. С донатом респект. Базиба. Конфеты Биг Бон. Вот такие вот. Вот написано Биг Бон, как лапша. Это от того же производителя, если что. Чей, где ты думаешь. Вот есть такая практика. Я просыпаюсь, думаю, что буду делать завтра. Да? И получается, в следующий день я опять просыпаюсь, думаю, что буду делать завтра. То есть, короче, это такой бесконечный круг появился. Вот такой вот. То есть мне надо планировать хотя бы на день вперед что-то. Чтобы не... Совсем не слететь с катушек. Ты не был в Питере? Нигде не был. А где вы? Ты не был в Питере? Ты не был. Я хотел побывать. Ну, нигде не хотел бы побывать. Да, похуй вообще, конечно. Я хочу и Эдиты свои с Неоном делать. Что ты вообще, блядь, доебалась? Подруга. Ну, я говорю, Диппенс реально я Гамми Лайт. Я отвечаю. В смысле, я неправильно прочитал название конфеты. Еще шутите, что ли? Биг Бон. Биг Бон. Вот написано. Я не знаю, может, там расфокус какой-то не видно нормально. Если что. Биг Биг Бон. Как лапша. Что, я шесть букв прочитать не могу, что ли? Ну, может быть, я бы хотел побывать на матче НБА в Америке. Ну, правда. Это прикольно было бы. Ну, Диппенс даже в макро-женщине не хотел бы побывать. Смешно. А так, как это? Как это пофиг? Ну, это пока что, мне кажется. Пока что? Ну, всю жизнь как-то так пока что идет. У меня просто тоже никогда не было желания путешествовать, пока не побывала в Амстердаме. Потом как-то вот желание исследовать что-то новое появилось. Поэтому я буду ждать, когда ты тоже самое будешь. Ну, смотри, ты гуляла до того, как ты... Поэтому и желание исследовать штаны Диппенса. В Амстердаме побывала. Просто по улице ты гуляла? Да. Глубы, блядь. Вот я не люблю. Бах! Все, вопросы есть еще. Че, я в интернете на гугл-картах могу попутешествовать? У тебя вообще похуй. Не он сам себя это не намонтирует. Я тоже не люблю. Ходите, блядь. Смотреть на это все меня вообще убьет. Так это понятно. Ты можешь просто сидеть вроде бы в той же квартире, просто в другом месте. У тебя будет совершенно другой гид из окна. Ну, это какой... Разъеб. Просто идея бомба. Ходит, хуй, текс. Нет, такое мне не нравится. Ну, ладно. Еще понравится. Посмотрим. Напишу и сказать. Не-е-е. Все, больше не попутешествуем, не переживай. Как проходят твои дни? Ну, мой день обычный. Короче, раз в два дня стримы. Сто процентов. Да? По крайней мере, стараюсь этого придерживаться. Планирование. Как ни странно, очень много времени. Типа минуты, сейчас можешь уйти на планирование того, что будешь делать. Потом. Да? Не забывать про то, что ты уже себе насобирал, чтобы сделать. Сходить, записать на студию что-то. Ну, ты хочешь прямо сейчас удариться в музыку, на самом деле, или нет? Не, на студию записать тикток. А, а-а-а. А в музыку, не, я не хочу удариться пока. Просто пока смотрю до сих пор фидбэк от трека, который сейчас вышел. А тебе нравится? Да, мне нравится, мне нравится. А, фидбэк тоже нравится, и трек нравится. Я хочу уж попросить, Коля из Космонавтов нет, чтобы он мне помог с первым треком своим сольным. Если у меня будет. Я думаю, он не откажет целом, но сейчас пока не в луре. Дипенс, вот тебе бесплатно чисто. Похуй на все. Хочу монтировать тикток. Микро женщины, а не твой. Кроме Омска, нигде не был, йоу. Хочу быть только в Москве. Е, нахуй Питер, е. Путешествия для лохов. Не хочу никого, ничего. Тикток. Тикток. Мне кажется, великолепно. Вряд ли получится помощь. Расскажи, пожалуйста, как ты повлиял на то, что у них сейчас все билеты раскуплены во всех городах? Да, блин, я просто показал, что есть такая песня. Такие песни есть. Все. Песни хорошие. Все билеты во всех городах. Значит, ну, все заслужено. А ты еще? Ну нет, Дипен здравый на самом деле. Ну, типа, вот, очень здравый человек. Мне он импонирует. Угарный реально. Максимально. Ну, типа, вот, мне нравится вот это. Похуй вообще. Никуда не хочу. Мне гулять не нравится. Идите все нахуй. Это нормальная тема. На стриме своем рассказал о том, что вот у них скоро тур. Рассказал о сайте и все билеты. Да, просто. Ну да, упал сайт. Много человек было. Просто не выдержал хостинг. А в Москве ты тоже вместе не будешь выступать? Вместе с ними буду выступать в Москве. Ты просто представляешь, как это будет круто. Нормально, надо будет сходить. На сцене. Твои зрители тоже. Ну, посмотрим, как это будет круто. Еще не знаем. Ну, они знают, я не знаю. Ну, как-то ты не будешь волноваться, стесняться как-то. Смотрим. Как я могу сказать, трефайром. Возможно, буду, возможно, не буду, кто знает. Прикольно. У тебя прям сейчас жизнь такая интересная. Да, блин, такой ты вообще классный, конечно. Это еще долго до этого момента. Сколько? В апреле у них, по-моему, только будет. У нас. О, надо еще дожить, надо, да. С текущим положением дел. Текущий трек. Любимый трек космонавтов. Мне, кстати, я удивлен, почему он не стрельнул. Я ставил на то, что это будет их главный хиточек. Удивлен, что это не он, который... Ау, ту, тебе звезды вместо крыши. Короче, Ау, охуенный трек вообще. Мне кажется, пушечка. Прикольно. В общем, мы сделали опросник в Инстаграме и получили сотни вопросов от твоих подписчиков. От подписчиц даже так вот. Я подписчиков. Не надо обеднять, мне приходят пацаны и предъявляют. Блядь, почему с нами не считаются? Их довольно много, кстати, тоже. Не, ну, вопросы просто были в основном от девочек. И я тебе сейчас буду по порядку отвечать. Ты, пожалуйста, прям честно отвечай, потому что... Дипинс, у меня еще похуй, никуда не хожу, ничего не хожу. Ярю, стримы, тиктоке, макро-женщина. Какая же у тебя интересная жизнь? Это вопрос именно от твоих подписчиков. Первый вопрос. Мои подписчики знают, как я отвечаю. Да, первый вопрос. Когда стул новый купишь? Да вот, скоро. Смотри, мне этот стул... Нихуя, нормально. Хорошо пообщались. Интересно. Подарила Луна. Ну, Лина. Эвелина. Вот этот. Его можно бить. Отлично. А что за блодинка была в твоем ролике в тиктоке? Это модель. Блядь, диалоги тет-а-тет. Просто охуенно. Самый информативный интервью на земле. Просто разъеб. Просто модель. Ты ее пригласил в ролик сняться или как? Специально? Ты написал, типа, приезжай, надо снять ролик и все? Ну, я хотел попробовать, потому что мне очень надо было... У меня для видео каркас идет реальный. Блядь. Одну секунду, у меня отхлопанье и монитор отъебнул. Во. Вроде готово. И мне нужен был реальный каркас девушки. Да. Какого хуя? Ты что, старый? Чисто... Блядь. Спасибо, что не сказал чехол для хуя. Реально. Пиздец, ты что? Реальный. Мне нужен был просто реальный каркас женщины. Чувак, он реально... Это просто терминатор нахуй. Чисто это... Это реально робот, блядь. Марк Цукерберг и Диппинс. Мне просто нужен был... Мне просто нужен был каркас женщины. Реально охуенно. Блядь, как же он хорош. Как же он хорош, блядь. Какой же он... Блядь, вообще вопросов нет. Да, стримим концерт Оксимирона, чуваки. Стримим концерт Оксимирона. Всем... Ну это, блядь... Я не знаю, нахуй, как вот... Могло, блядь, почему, нахуй, происходит то, что происходит. Чем я это заслужил? Только что весело смеялись, а все, уже... А уже не смешно. Но всем салют, кто остался. Всем салют, кто стоит на своем. Живем? Живем. Ну все, бомба. Все. Всех люблю. Блин, сейчас... Я тут уложил спать пацана. Сейчас верну его. Welcome back на наш стрим. Досматриваем интервью с Дипецом. Сори, но у меня просто... Чтобы вы понимали, после чего на стриме случились нереальные лаги, произошло вот это. Реальный. И все? Ну... Сняться или как? Чуваки, вот просто смотрите. Я охуел реально. Отлично. А что за блондинка была в твоем ролике в ТикТоке? Это модель. Просто модель? Ты ее пригласил в ролик сняться или как? Специально? Ты ей написал, типа, приезжай, надо снять ролик и все? Ну, я хотел попробовать, потому что мне очень надо было... У меня для видео каркас идет реальный. И мне нужен был реальный каркас девушки. Хорошо. Почему именно модель? Ну, мне показалось, было бы круто. Без вопросов. Хорошо, девочки. Просто... Как же это мощно, блядь. Мне нужен был реальный каркас женщины просто. Вообще есть причина. Короче говоря, беда в том, что если в кадре со мной поместить человека, который может ниже 175, то беда будет в том, что объектив камеры можешь не захватить. Вот. Сорян, все. Прости, макро-женщина. Но не твой день. Ждать там клип на твой трек вместе с космонавтов нет. Ребят, не знаю. Не знаю, правда. Я не знаю, как это делать. Может быть, на другой какой-то, может быть, на этот. Я не знаю, как это делать. Да, на свой хотел бы клип, наверное. Да, не ее день, честно говоря. И этот день наш, но не мой. Можно на свой бы хотел. Я пока не знаю, вообще неохота клип делать. Просто у меня ассоциация сразу с клипом Биланы. Мне кажется, мне надо будет опять сидеть 12 часов в день. А может нет, посмотрим. А ты думаешь, ну что больше так не... Чуваки, конфетку Биг Бон. Конфетку Биг Бон за вас. Никто не может повторить? Или сделать так же идеально, как ты просто не можешь никто? Угнаться надо за набитие руки. Нужно на такой же путь пойти. А больше так никто в России не делает? Да, конечно, могут попробовать. Куча людей может попробовать. Дело во времени. Хорошо. А что у тебя в плейлисте? Первое. Жесткая музыка для секса. Жесткая. Ирландская. Наверное, это... Нойз. Щит. Пирокинезис. Найти выход. Федя Букер. Почему ты просто не можешь сказать Федя Букер, Кадиллак и Хубло, Некуда Бежать и прочие великие песни. Второй. Кто-то слушает найти выход. Одна песня есть. Кто-то слушает найти выход. Вы что-то, ребята? Какая? Варвара? Не-не-не. Не запирайся в рубашку, дыши глубже. Вот это вот. Я буду. Ага. И что еще? Не куча всего еще такого. Федя Букер. Такого в том же роде. Космотный? Охренеть. Будет ли фан встреча? Когда-нибудь. Мне кажется, вообще топовая. Просто встреча Диппинса с пирокинезисом, наверное, будет самая мощная. Уф. Блин. Ну, тут как бы... Я не знаю. В каких масштабах. Ну, я не знаю, по каким масштабам будут. Ну, большие, видимо. Ну, ебанешься. Возможно, какие? Так что, я не знаю. Это... Не могу сказать. Если у тебя появляется девушка, ты будешь ее показывать? Ну, вообще, если вдохновляться Ивангаем, да. Возможно, я не знаю. Пиздатая идея вдохновляться Ивангаем. Мне кажется, мощная ролевая модель. Знаю. Это надо смотреть по факту. Блин, просто такие вопросы, на которые ты не знаешь... Друзья мои. Если будет нормальная активность на стриме, я могу сделать... Можем сделать стрим, где мы с Андреем Пирокинезисом смотрим стрим Диппинса. Мне кажется, вот это нормальный угар будет. Как ответить? Потому что ты будешь смотреть уже на обстоятельства, как оно будет на самом деле. Но нужен жесткий актив, чуваки. Нужен жесткий актив. Подумайте. Мы, я и Андрей Пирокинезис, смотрим стрим Диппинса. Мне кажется, это великое зрелище будет. Ты на стриме показывал свои планы на год? Да. Какие у тебя вообще планы остались? Ну, блин, не знаю. Точнее, знаю просто, говорить или не говорить. С Димой Куплиновым так же хотелось бы попробовать стрим провести как-то. Возможно, получится, но нет. Диму Билану на стрим позвать. Реально? Ну, вообще... Ну, Дима Билану нормально, он будет сидеть бухать чисто. Да, блядь, почему она опять лагает? Нахуй ты лагаешь? За что? Сука, меня заебали эти просадки битрейта. Я нахуй не понимаю, откуда они берутся. Да, он очень хороший в плане контакта с ним, очень легко общаться. Ну, Зим простой совершенно, да? Да, он еще и так хорошо идет на контакт. Типа, такие дела. А все остальное, правда, как-то так уже само выполнилось. Там такие просто планы далекие, типа, вести как личность. Машину купить? Инстаграм, Тик-Ток. Не, материальные планы, нахуй я их сделать. О, они нужны. Ну ты машину бы хотела прям вести? Возможно. Сейчас попробуем. Если да, то какую? Наверное, седан какой-нибудь. С подсветкой. Нормально. Какую? Ну, с четырьмя колесами, как минимум, хотелось бы. В салоне. Какого цвета? Подсветка? Да. В салоне какого цвета? Да. Она вообще настраивается. Да? Любая? Но какой у тебя любимый цвет? Мне просто интересно стало. Не знаю, наверное. Бля, топовый разговор, реально. Ярко-розовый. Хорошо. И синий, наверное, еще. Да, да. Ярко-синий. Итак, Ваня, спасибо большое тебе за интервью. Спасибо, что пришел. Ты на самом деле огромное впечатление на меня произвел. Тем, что ты, правда, как бы ты ни отрицал слово талант, ты очень талантливый во всех сферах. И я прям уверен... У меня укулеле нет, только большая гитара. Тебе на сто процентов, что мы тебя увидим не только в музыке, но еще и на сцене где-нибудь и так далее. Грузия, это одно и то же. Пофиг. В общем, я в тебя верю и... Не только в музыке, но еще и на сцене, а может быть и на студии, а может быть и с микрофоном. Все может быть. Спасибо еще раз большое, что пришел. Было очень интересно тебя. Спасибо, что позвали. Ну, я, кстати говоря, личное интервью, каркас женщины справился на 10 из 10. Хороший. Я тоже не с простыми руками пришел. Не упоминал в течение интервью, но ребята знают то, что большую роль в моем становлении, я говорил несколько раз, сыграл... Феди Букин. Образ Наруто. Не понял. Из-за Нимэна Руто. И я хотел... А, из-за Нимэна... А-а-а-а! Я думал, откуда он, блядь... Все, понял. Разыграть мангу. Вот. У меня она здесь спрятана. Оп. И я бы... Не знаю, как это называется, автограф, да? Давай, да. Я бы оставил, наверное... Как это называется, когда люди расписываются? Охуй знает вообще. Ваши человеческие потребности мне чужды. Какие-то прогулки, блядь, любовь, отношения. Вы че? Маркер появился случайно. На... 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 На заде, да, распишусь? На заде, да. Сзади? Или в книге? Можешь на заде у каркаса расписаться, так сказать. На раме. Лучше в книге. Здесь отрется, скорее всего. Вот прямо в начале. Я что, массажа кишимота? Ничего не понятно, правда, но вы поймете. Ну да. Да. Так, ребята, ну что, вы все условия знаете? Все условия будут также прописаны в описании. Если что... Я не знаю условий. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, кого в следующий раз бы хотели видеть. Вань, я еще раз хотела бы тебя благодарить. Было очень интересно. Да, не вопрос, спасибо, что позвали. Вот так, и вот так. Да-да-да. Это был какой-то диппинс. Непонятный. Все. Достойно. Ну, не знаю, диппинс чисто робот, просто сверхчеловек. Чисто автобот десептикон 2020 уровня. Уровня очень хорош. Ну, не знаю, я прям очень кайфанул. Чисто. Своего топовая реальность высказывания в духе нужен был каркас женщины. Это реально разъеб просто. Макро женщина хз. Так. Ну что? Давайте комментарии почитаем. У него такая грамотная речь, так формулирует предложение. Слушать одно удовольствие. Да, Ведьмак от мира интервью, реально. Сталкер 2 от мира интервью. В России тоже не выйдет. Ваня лучше, это факт. Кто этот человек, он просто идеален. Красивый, высокий, учится на программиста. Ни позер, ни панторез. Еее. Кто этот человек, по стримам знаю. Все четко. Как он четко формулирует мысли, реально. Как же он формулирует. Ну, короче, Ваня Диппинс, респект. Приходи на стрим, научу тебя жрать водку. Покажу прикол. Возможно. Так, ладно. Ну и про каркас мощно сформулировал. Нехуй сказать вообще.